Добрый вечер, мы в прямом эфире. Воскресенье, половина восьмого, а значит время перевернуть недельный календарь и в проводах уходящих семи дней вспомнить, чем же таким примечателен был этот стык лета и осенью. Наш расклад недели. От политической повестки пройдемся с пометками на полях по что называется государственному официозу. Первое сентября с первым. Видеть, что скрыто за популистскими лозунгами, собирать факты, сравнивать, делать соответствующие выводы. Какими знаниями делился президент и о чем говорил со студентами в Барановичах, подробнее расскажет Алена Сырова. Подтасовка на чужом поле. Кто пытается разыграть карту Беларуси на этой неделе не без сенсационных разоблачений. Когда в голове телеграм-каналы, а на улице хаос. Кто и зачем демократию превращает в охлократию. На улицу выбрасывается молодежь, пушечное мясо. Страны разные, цель одна и та же. Развалить государственность. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, это будут цветочки. У нас будут ягоды. Мы предупреждаем всех. Наш семичасовой комендантский час будет строго соблюдаться. Нацистские знамена Ористага и флаги коллаборантов у Дворца Независимости. О разных трактовках одной и той же проблемы и модельерах мировой политической пандемии. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Украшенко оказался крепким орешком. Репортаж Евгения Пустового. На границе тучи ходят хмуро. Ты ночью проснешься, окна дрожат, кровать дрожит. Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Жители Островецкого района готовятся к звукам учений НАТО в Литве. Репортаж из Приграничья. У Далины Буро. Как всегда, полярный разброс и взгляд изнутри встретились с итальянцем, который прописался в Кобринской провинции. Взгляд на Беларусь извне уже не без этого. Выйдем прямо из этой студии на связь с международными экспертами. А еще дабл-эксклюзив. Интервью с нацкоординатором по достижению целей устойчивого развития Анатолия Мисаченко и БЛИЦ с министром Караевым. Они сделали свой профессиональный выбор. Будем счастье носить гордое звание курсанта Академии МВД Республики Беларусь. И в этом мы клянемся. Клянемся! Мечта ценою усердной учебы, хорошей физподготовки и правильного воспитания. Себя на данный момент в другой профессии не вижу. Это был осознанный мой выбор. Юлия Стринга о том, каково сегодня вступать в ряды будущих силовиков и какие принципы под козырьком фуражки у сегодняшних курсантов. Журналисты тоже ведут расследование. Повезет, не повезет, когда заказ товаров через интернет превратился в рулетку. Когда оплатили и открыли, увидели вот это. Через пять минут у меня все деньги с карточки списываются. Ловкость слов и никакого мошенничества. Кто работает в сети и кто потом оказывается в сети. Вспоминается прекрасный анекдот, да, как заработать миллион долларов. Почему так легко попасться на удочку аферистов и так трудно поймать их же в капкан всемирной паутины? Расследование недели. Кристина Федорович. Примерная рубрика подслушана в цеху. И на этой неделе на БИС. Наш витебский корпункт на один день заглянул под ковер единственного профильного предприятия страны. Мы изготавливали ковры, которые были подарены президентом нашей республики и Российской Федерации. Медведеву, Угачавису. Кут ли на предприятии под коверные интриги? Как новое производство исключило валютные риски? И какие ковры не купят в Беларуси, но на ура разойдутся в Средней Азии? Ковер в самолет уже поставили. А приступят ли к созданию ковра самолета, узнавала Анастасия Бут. Не обменем и культурный фурор сентября – День письменности. Там работает самая литературная бригада СТВ. Ну и напоследок в телеменю – информационно-аналитическое блюдо для политических гурманов. Неделя постскриптум. Ток-шоу, где женское трио и милитари-профи разберут по косточкам скелет современных политтехнологий. Начинаем через пару секунд. На подшатку программы звернемся доголовные культурные подеи тыдня. В этот момент у Бялыничих подыходит до закончения свято-белорусского письменства. 27-е по лику и оно собрало литератору-рамесников Мастаков. А Гулам, разом с гостями, больше за некольки тысяч человек. Утым лику, не глядыши на эпидемиологичные обставины, с ближайшего замежа. Что читает сегодня белорусы? Кто сегодня отримал национальную литературную премию, как сменились Бялыничи до свято и пришин тут хан Баты? Отказы на несподеванные пытания ведает Дмитрий Байрович. И он выходит на прямую совесть со студой. Алина Перш, Дима, спытаю, что зараз отбывается в городе. Добрый вечер, Яуген. Витаю со святочных Бялыничев. Хмары, которые сегодня пановали над Минском, которые принослили дождь, обмянули в этот маленький городок на Могилевщине. Тут отбывся невеличкий дождь, а немного закончился. Я маль, что весь день пановала солнечная. На дворе погода была сприяльная. Бялыничи вельми широ. Видите, рады, что они принимают такое свято. Они заслуговывают это. Во-первых, Бялыничи – это такое духовное место, место духовной силы. И дякуючи иконе Бялыничской Божьей Мати, какая тут местный местовый артефакт, знакомительность, которая вылечивает хворобов. Но она, на жаль, страшена. Но эти артефакты, память про их отновляется сегодня. И Бялыничи, тут не выключение, тут отчинил свои дверы новый, отновленный музей Бялыницкого беруле, вядомого мастака, который работал в жанре лиричного пейзажа. Его ведали и ведают во всей Европе, в России, в Санкт-Петербурге, в приватности. Тут у знагородзели лауреата национальной литературной премии. И эти имены были вядомы еще 20 дней тому, но сегодня у такой святочной атмосферы, по-саправдному узнагородзели наших вядомых письменников и поэтов. И в сюжете, який в этой минуты рыхтуется до эфиру, я расскажу, кто минавито отримал в этой премию, как вылучали, за что узнагородзели самые выдатные по меркованию журетворы. И ведаете, зараз, с хвилину на хвилину, отбудется заключный гала-концерт, в яким премусе делали дамы спеваки, Анатолий Армоленко, Александр Саладуха, группа Аура, Явгин Олейник и иншие. И крышечку шкада, что белынечцы развитвуются с этим святом, а ле сёння уже вызначенный черговый город, який примет это святочное коло, якое урэште-рэшт будет рухаться и надалей, мусить рухаться надалей по краине. Это будет город Копыль. Усе пытанья, на какие я не дау отказы, я хэты отказы будут в сюжете, я ещё раз собираю его поглядеть, и Явгин вам слово. Дякую, Дмитрий. До этой темы мы ещё звернемся на проконцы программы, а зараз инши темы выпуску. Начнём с экономики, без которой не стоит рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране. Работы этой сферы обсуждали на неделе на совещании Совбеза. Каждого белоруса прежде всего заботит его личный уровень жизни и возможность заработать. По словам президента, последнее время сделано немало для того, чтобы экономика работала нормально. Речь в том числе и о договорённостях с Российской Федерацией, и по энергоносителям, и по ряду других сфер. Кроме того, в Беларуси во время коронакризиса предприятия не останавливали работу, значит, сейчас у нас есть преимущество перед конкурентами, которым приходится начинать фактически заново. Главное, подчёркивает президент, не упускать возможностей. Страны не могут открыться. Производство не раскручено. Мы не останавливались. Мы производим. И у нас есть шанс, которым мы сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью. Сегодня Организация Объединённых Наций опубликовала данные, что идёт интенсивный рост на продукты питания. Явно и на другие товары. Поэтому очень важно сейчас функционирование наших предприятий, чтобы работала экономика. И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить, это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это главное. Поэтому давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что нам надо сделать, чтобы поддержать правительство, поддержать предприятия, национальный банк. То, о чём я говорил. Нам надо поддержать всех, кто сегодня занимается безопасностью. И экономическая безопасность – это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика – ещё раз экономика. Что касается пандемии, Александр Лукашенко по-прежнему держит на личном контроле показатели по заболеваемости COVID-19 и пневмонии. Многие европейские страны, которые принимали жёсткие карантинные меры, после их отмены накрывает вторая волна. У нас, к счастью, резкого роста новых случаев заболевания нет. Напротив, динамика отрицательная. Между тем, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, признала шведский метод борьбы с коронавирусом самым эффективным. Гораздо лучше, чем изоляция. Напомню, Беларусь с самого начала пандемии шла схожим курсом со шведами. Не тотальный карантин, остановка работы предприятия, ограничение передвижения всех и вся, а грамотное, точечное применение ограничительных мер. Соблюдение дистанции, маски и перчатки. Там, где это действительно необходимо. Почему сегодня этот вопрос снова становится актуальным? Во-первых, в Европе, в частности у наших соседей, начинается вторая волна пандемии. Об этом говорят цифры. Украина. 2 сентября там зафиксировали новый антирекорд заболеваемости. 2723 человека. 51 умер за сутки. Что интересно, больше всего зараженных COVID-19 во Львовской области. Более 15 тысяч. Далее идет Киев. Более 14 тысяч. Обратите внимание, кривые графиков заболевших и умерших растут. Синяя линия – это заболевшие, красные – умершие, зеленые – те, кто поборол болезнь. Они не волнообразны, а достаточно ровно растут. В Беларуси более 72 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. И это с начала пандемии. Прирост за сутки – более 160 новых инфицированных. Цифры эти, возможно, для кого-то малоинформативны. А вот такой график. У нас как раз иначе все. Есть падение, и оно весьма заметно. Смотрим дальше. Снова закрывается Литва. Ограничения на въезд вводят в Латвию. Причем, по словам министра здравоохранения, они будут значительно сложнее по сравнению с ограничениями, которые касаются въезда из других стран Европы. То, что вирус не избирателен, а количество заболевших и умерших от осложнений, вызванных COVID-19, зависит только от состояния системы здравоохранения отдельно взятой страны, говорят и вот эти цифры. В США за все время умерло 190 тысяч человек, в соседней Канаде – 9 тысяч. 190 тысяч и 9 тысяч – колоссальная разница. Вы скажете, что абсолютные цифры неинформативны. Нужно смотреть в процентном соотношении, сколько умерло людей от их общего числа заразившихся. Согласны? Ну и тут есть неувязочки, мягко говоря. В России заболело в общей сложности более 1 миллиона человек. При этом умерли 17,5 тысяч. В Италии – 274 тысячи заболевших и 35 тысяч летальных исходов. Почему разница в 8 раз? И вряд ли эти цифры можно объяснить чем-то, кроме одной очевидной вещи. Как работает в целом система здравоохранения, как принимаются управленческие решения в критических ситуациях, так и действует вирус. Где-то у него полная свобода, где-то его распространение управляемо. Насколько это возможно? Почему мы снова вспоминаем об этом? В последние недели в Беларуси отмечены десятками массовых акций. Далеко не все митингующие были в масках и соблюдали дистанцию. А значит, вторая волна вируса вполне может перейти и в нашу страну. Мы с ней справимся, в этом сомнений нет. К тому же Беларусь первой на постсоветском пространстве получит вакцину из России, которая прошла все исследования, которая имеет сертификат. Но на один вопрос у нас нет ответа. Как поведут себя те, кто весной кричал буквально о введении жесткого карантина в стране? Если сейчас власти действительно к ним прислушаются и введут ограничения на массовые мероприятия. Например, частичный карантин с электронным контролем передвижения. Или, как в Швеции, введем запрет на сборище с участием более 50 человек. Как думаете, смиренно примут это как должное? Или поставим здесь многоточие? И о российской вакцине еще несколько слов. На неделю в Московской области прошло совместное заседание глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС, ОДКБ и СНГ. Беларусь представлял Виктор Хренин, министр обороны. Так вот, разговор о внешних военных угрозах начали с презентации эффективного оружия в борьбе с коронавирусной угрозой. Первую в мире вакцину презентовал Сергей Шойгу. Накануне он сделал прививку себе и рассказал, прежде всего ее получат военврачи и командиры. Позже, по желанию, привиться смогут и все остальные военнослужащие российской армии. К слову, многие прямо во время заседания выразили заинтересованность в получении вакцины. Теперь непосредственно о самом заседании. С докладом выступил министр обороны Беларуси. И здесь мы выделим несколько ключевых моментов. Беларусы поблагодарили военно-политическое руководство России и Китая за поддержку нашей страны в непростое для нее время. Прозвучали интересные цифры. За последние годы группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз. И теперь составляет 10 тысяч военнослужащих. К разговору, так ли страшен черт, как его малюют? Страшен. И не на картинке намалеван черт этот. У границ союзных маячит. Мы видим, что происходит на западной границе Республики Беларусь, где НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в стране. К сожалению, все более вызывающими становятся попытки стран НАТО демонстрировать свою военную силу у границ Российской Федерации в регионах Черного и Балтийского морей. Как итог. В форматах СНГ и ОДКБ утвердили 15 решений. Речь идет о военной, военно-научной и военно-технической сферах. В том числе утвержден план совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год. Идем дальше и вспоминаем старую добрую поговорку. Тяжело в учении, легко в бою. И если у медиков это сейчас идет параллельно, мы одновременно учимся бороться с вирусом и побеждаем его, то белорусские военные пока в боях не замечены. Вот бы и дальше говорить о войне лишь в теоретическом преломлении. Но что мы точно знаем сегодня? В учении они хороши. И снова показывают мировой класс. И подтверждает, наша армия одна из самых боеспособных на планете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Армейские игры, это признают все страны-участницы, их в этом году было 32, самое что ни на есть максимально приближенное к реальности испытания на прочность, как солдат, так и техники. Военно-мультиспортивное мероприятие, так его называют организаторы. Журналисты подобрали еще более громкий эпитет военно-олимпиада, где сражается сильнейшая армия мира. 13 дней, сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам. Масштабы поражают 156 команд или 4 тысячи лучших военных специалистов. Наша команда участвовала в 22 конкурсах. Лучшими белорусы были в снайперском рубеже, полярной звезде, это соревнования разведчиков, инженерной формуле, состязания военных инженеров, и уверенном приеме, связисты определяли сильнейших. Что интересно, в индивидуальных и парных соревнованиях снайперов белорусы занимали первые две строчки пьедестала. И еще несколько итоговых результатов в общем зачете. 10 раз мы становились вторыми, 5 раз третьими. А вот в самом зрелищном виде соревнований, танковом биатлоне, все еще тяжело угнаться за русскими. Но белорусы непременно в числе лучших, в этом году третий. Зато в общекомандном зачете мы вторые из 32 лучших армий мира. И снова вспоминаем классическое. Готовь сани летом о порах, держи сухим. Говорили в древности. А что вы с этими мнимыми угрозами носитесь, как курица с яйцом? Говорят сегодня некоторые белорусы. Мол, угроза дутая, а мы ведемся. Учения вот зря проводим, в армии 2020 участвуем зазря. Но мы не ведемся, а стараемся объективно смотреть на происходящее, оперируя не эмоциями, а фактами. И отмечаем на полях. У наших границ действительно неспокойно. Как еще относиться к тому, что солдаты 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады сухопутных войск США 4 сентября отправились в Литву на учения? Это как раз на полигоне в Пабраде, рядом с белорусской границей. 15 километров от нее, если быть точным. Мы специально назвали номера батальона полка и бригады, чтобы развеять сомнения в подлинности информации, если таковые были у кого-то. И главное, вместе с военными запланирована переброска танков «Абрамс» и боевых машин пехоты «Брэдли». Литовцы утверждают, учения плановые и никаким событиям не привязаны. Но у нас возникает один вопрос – зачем тогда все это? И как нам понимать наращивание военного контингента у наших границ? К слову, к этой теме мы еще вернемся в конце программы. В студии соберутся милитари-консультанты и эксперты. А пока узнаем, как живут белорусы у этой самой границы. Что видят, что слышат и как относятся к этой угрозе. Галина Буро из села, что в 20 километрах от полигона Пабраде. Это кадры с военного полигона под литовским городом Пабраде. В эти дни туда на учение прибывает батальон войск НАТО США. Около тысячи военнослужащих, 40 единиц тяжелой техники. Предполагается, что тренировки продлятся до октября. Но точное время отъезда войск пока не установлено. Министерство иностранных дел Литвы заверяет – маневры не направлены просто в какой-либо страны. Вот только концентрация войск НАТО происходит у самой границы с Белоруссией. Посмотрим на карту. От полигона под Пабраде до наших рубежей всего около 15 километров. Ближе всего приграничной деревни Островецкого района. Дорога через деревню Пинанишки заканчивается шлагбаумом с надписью «Пограничная полоса». Для местных жителей это уже образ жизни – выписывать пропуск, чтобы сходить в эти леса за грибами и ягодами. К чему сложнее привыкнуть, так это к звукам. По ту сторону границы. Думаю, что такое, может, самолеты такие, бомбочки кидают и стоят. А потом нам сказали, что там урчание такое идет. Сказали, что это танки. А размеренную жизнь деревни то и дело нарушают учения в Литве. Там стреляют, здесь земля дрожит. Видели вспышки в ночном небе, слышали залпы. Супруги Плявка уже 40 лет живут в соседней деревне Шадюны. От таких звуков, конечно, тревожно. Но они уверены, государство в любой момент их защитит. Даже вот у хата окна такое аж дрожат. Ну вот вертолеты бывают летают. Вот она похоронится, проверяется наши. Нас? Угу. Ну вот так. Знаете, что вы там защитаете? Мы под защитой, да. Сторожилу Галине Воробьевой за 80. И она прекрасно помнит, где уже слышала такие залпы орудий. Проецирует на страшные воспоминания Великой Отечественной. И словно продолжает жить на пороховой бочке. Конечно, мешает. Ночью проснешься, окна дрожат, кровать дрожит. Свои годы прожила. Вот за детей, за внуков так волнуюсь. И, кстати, в постоянном волнении живут не только самые приграничные деревни. Деревня Кемелешки. Пожалуй, самый первый крупный агрогородок от государственной границы. До нее 9 километров. Но военное эхо долетает даже сюда. Валентину Петровскую встречаем по дороге с работы. Она врач местной амбулатории. Человек на селе уважаемый. В Кемелешке 30 лет назад приехала по распределению. Так здесь и осталось. Вспоминает, когда в первый раз услышала гром военной техники. Сильно испугалась. С тех пор следит за новостями в прессе об учениях. Неприятно, конечно, что это очень близко от нас. Надоело, само собой. Как-то даже волнительно. Но мы знаем, что это. Мы знаем. И если слышим, что вот гремит, значит опять учение. Бывает даже в новогодние ночи. В ближайшие дни жители приграничья вновь готовятся к бессонным ночам. Уже читали, что начинаются учения НАТО. А здесь еще и совсем недружелюбные политические выпады литовского правительства в сторону Беларуси. Да и в целом поведение некоторых стран Североатлантического альянса вызывает недоумение. У жителей желание одно, чтобы нашу страну оставили в покое. Они просто хотят жить, работать и быть хозяевами на своей земле. Галина Буро и Анатолий Бояринцев. Неделя СТВ. Идем дальше. Еще одна знаковая встреча на неделе во Дворце Независимости. Глава государства провел переговоры с главой правительства России. Интересно, что вместе с Михаилом Мишустином в Минск прибыла большая российская делегация. Объясняется это просто. Помимо чисто экономических вопросов, союзники обсуждали и реальную внешнюю угрозу на наших границах. Учения НАТО ведь не фантомные боли в чем-то воспаленном воображении, а вполне себе реальные угрозы для страны. Мы вынуждены были, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они не оправдывались. И переброска американских подразделений, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси. Особенно самолетовы. В 16, по-моему, 18 или 16 самолетов они перебросили. И в 15-20 минут они достигают нашей границы. Мы это все видим, поэтому мы вынуждены были отвечать. Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Ну, наверное, эта демонстрация дала свой результат. Теперь о хлебе насущном. Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Акцент на укреплении экономических связей. В первую очередь речь о взаимной торговле. Из-за пандемии уровень товароборота снизился на 21%. Стороны намерены вернуться к прежним цифрам. Тут, кстати, и договоренность с Россией по оплате энергоносителей. И о теме реальных политических действий с конкретным экономическим результатом. К теме дискуссии и политической болтовне. Еще раз о маркерах революции и политических технологиях. Евгений Пустовой разбирался в вопросе. Дело здесь не во власти. Дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи. Окрывавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на этом. Это не иллюстрация будет, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, это будут цветочки. У нас будут ягодки. Вы понимаете, кто за нас взялся. За шифрованный разговор Берлина с Парижем перехватила белорусская радиоэлектронная разведка. Молодцы и связисты, и те, кто создает такие технологии. В рэп мы лучшие. Не только на выставках цвета хаки. Оказывается, телефонное право живо даже в мировой политике. А еще нас демократии учат. Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши. Согласен. Надо отбить охоту Путина, сунуть нос с дела Беларуси. Самый эффективный путь – это пятеро проблемах России. А их немало. Тем более, в ближайшее время у них выбор. День голосования в регионах России. Еще одна геополитическая карта бита. Меркель поставила диагноз российскому оппозиционеру. Навального отравили. Веру в фальш развеяла белорусская разведка. Теперь содержание пусть изучает весь мир и российские спецслужбы. У Запада новая фишка появилась. Опять новичок, опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера, вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. И мы перехватили разговор. Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватили наша радиоэлектронная разведка военная. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать, его мы подготовим, направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Понимаете, насколько по-изуитски поступают эти люди. Поэтому, я думаю, Бортникову надо будет серьезно с Нарышкиным разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Вот их стиль. Навальный – это российский борец за правду и с режимом. А еще любитель белого цвета. Символизм на лицо и у твара, это по-белорусскому, протестного движения в нашей стране. Просто Ctrl-C, Ctrl-V с цветных революций в других странах. Белые ленточки – это от Навального. Очень эффективно заходят на ура. Говорили в классическом советском фильме «Бабам цветы, дитям мороженое». На этом вся программа заканчивалась. То есть, вся кампания была построена только на эмоциях. И негативе к определенным лицам в руководстве страны. Не шли как таран. Таран, чтобы раскачать и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Шли с лозунгом перемен. Но когда вопрос вставал, каких перемен, детально, на этом все заканчивалось. С Лукашенко не договоришься. Страну не продаст, дружбу с Россией не сдаст. Лукашенко надо убрать. Убрать лучше всего во время выборов. Убрать руками народа. Народу надо внушить. Против. Все. Как созрел в главе именно 3%? Не 5, не 2, не 1. А почему ты? Саша, 3%? Угу. Тут решили использовать старую технологию. Чем больше ложь, тем больше в нее поверят. Поэтому решили 4-5 это многовато, а вот 3 в самый раз. И зашло на ура. Молодежь всегда выходит, потому что она за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому как только есть какое-то событие, сразу будет молодежь. А лозунги уже это дело вторичное. То есть можно в любой вложить? Абсолютно. Хоть хай Гитлер? Ну, такой уже это слишком радикальный пример, да, некорректный. Но любой вменяемый лозунг можно вложить. Вложили. Больно и обидно. А выходит с БЧБ символом коллаборантов на проспект победителей. Под знаменами слуг нацистов на проспект в честь победителей этих самых нацистов. Забыли и про победы своих фронтовиков победителей, и про истерзанных партизан. Про Хатыни, про Брестскую крепость. Нет, не белорусы забыли. Забыли те, кто считает себя титульной частью нации. У кого у вас голос украли? Сколько вам лет? Вы вообще право голоса имеете? Вы что сюда повыпирались? Какое позорище на всю страну. Мы с вами кого позорились? Вы позоритесь на весь мир. Что вы бегаете за силовиками, как дурочки какие-то? У них чужие герои и кумиры. Некто по-русски звучит как некто. Некто кумир. Каких перемен не знают. А на рациональный вопрос ганьба. Ганьба! Ганьба! А конструктивное что-нибудь вы можете предложить? Ганьба! Ганьба! Правда, свежая кровь подоспела. Несколько сотен студентов из провинции и пару десятков своих, столичных. Несколько сотен. А пишут о белорусском студенчестве. Во все времена были молодые и недовольные. Социологическая ложка дегтя. Но все громче слышен голос разумного большинства. Теперь даже в интернете. Может хватит содержать целую армию смутьянов за счет бюджета. Если вузы их поддерживают, то за счет вузов. За 29 дней уже надоели эти ходилы и митинги. Очень жаль, что в нашей спокойной стране творится этот кошмар. Уже четвертое воскресенье. Невозможно съездить в центр, в магазины, к друзьям, в кафе. Все действия оппозиции вызывают только агрессию. Власть, силовики, вся страна терпеливо ждет, когда уже успокоятся и перестанут хайповать, селфица, дудеть, призывать к забастовкам. Никакого креатива нет. Протестующих от плакатов похабщиной разит. Ваши вот эти вот вопросы, провокации, это все позор. Уходите отсюда. Здесь, здесь заводчане. Какой провокационный вопрос? Мы пришли их поддержать. Все. Все. Нет так называемых лидеров, так называемых протестов. И страны разбегаются под покровом ночи. И чуть ли не в автомобильных багажниках. Крысы ли это? Интеллигенты ли это? И бегут ли, если они уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежиссированы задолго до этого? Почти весь генералитет уличных беспорядков в чужих столицах. А те, кто поверил им, ходят в поисках ОМОНа и приключений. Эти ребята точно работать не будут. Есть такой диагноз – вечный художник. С них и лепят картину протесты в Беларуси. Идет жесткая борьба мироустройства. Но на улицу, естественно, не выходят те, которые занимаются основной частью борьбы. На улицу выбрасывается молодежь, люди, которые просто-напросто используются в целях дестабилизации обстановки. Есть такое выражение – пушечное мясо, хотя лично его я не люблю. Беспорядки не переросли в Майдан. Войс сигналов и немирные призывы только раздражают зрелых белорусов. Люди не хотят уничтожать свою страну, люди не хотят уничтожать свою экономику. Там сидят, стоят, которые не имеют права бастовать. Они ни одного рубля, я посмотрю, на молодежь не заработала. Мама, папа кормят. Они готовы, лишь бы ничего не делать и не работать. Они говорят, что вас поддерживают, что вы бастуете. Да, я не вижу будущего такой толпой. Северные соседи разрушили свою промышленность. Трудоспособное население стран Балтии – бэбиситеры и сантехники в Старой Европе. Южная соседка потеряла свои земли. Может, из-за зависти они и атакуют Беларусь? Что интересно, их сюзераны, санкции к Беларуси принимать не спеша. Только к демократии призывают. Какой? Намедни показали. И в Германии. Арбуза, красава! И в США. Если в Беларуси у правительственных зданий с флагами коллаборантов и пособником нацистов – это змогары. А если со знаменами Третьего Рейха, но уже в Германии – это ультрас. Это не реализация свободы слова. Это удар по нашей демократии. Нашу демократию следует защитить. Если в Беларуси плитку и коктейли молотова бросают в силовиков – это борцы с режимом. Если в США, то это внутренний терроризм. Трамп не стесняется на определение уличного хаоса. Я посылаю тысячи и тысячи тяжеловооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы положить конец беспорядкам, мародерству, вандализму, нападениям и бессмысленному уничтожению имущества. Мы предупреждаем всех. Наш семичасовой комендантский час будет строго соблюдаться. Под окнами менеджеров из Олд-стрит ожила картинка из их же методичек по продвижению демократии в другие страны. Вырыли яму для своего благополучия. В 2006 году на Родосе была конференция «Международный диалог цивилизации». Я попал в секцию, где пять или шесть американских профессоров из разных университетов рассказывали про удачные, успешные цветные революции. Ну и Украина была основным у них рефреном, о котором они рассказывали с упоением. Я задал всего один вопрос, после чего они очень начали эмоционально дискутировать, отвечать. А что если на вашей территории такое произойдет? Вот вы знаете, создавали, делали, нарастили баланс этих людей, которые делают перевороты в других странах. Вы забираете их к себе. Вот эта масса критическая растет, растет. А потом она потребует свое. Вот то, что сейчас мы видим, оно произошло. В общем, это не Беларусь, это трясет весь мир. Секулярное общество вырастило поколение потребления. В голове у него телеграм-каналы, а в душе бардак. Есть конфликт двух мировоззренческих картин мира. Традиционная, с традиционными ценностями и либеральное или модернизированное общество. Даже, возможно, можно говорить и о каком-то варианте постмодерна. Когда нет семьи, нет коллектива, а есть только атомизированный индивид, который является потребителем. Справедливости ради, Европа вышла на улицы против карантина. Жители Германии и Франции хотят жить, как в Беларуси. Без запретов на труд, из-за пандемии, без ограничения традиционных ценностей, из-за толерантности. Хорошо, они говорят, что мальчик до 10 лет может свободно выбирать. Девочка он или мальчик. А у вас, вон, вот эти вот консервативные ценности, это то, что у вас... Естественно, и за это тоже. Беларусь хотят разорвать. Для бизнеса лиц США это лакомый кусок IT-аутсорсинга. Ежегодно около миллиарда долларов за океанские заказчики платят нашим компаниям. А еще у нас производят каждый третий карьерный самосвал в мире и самый мощный трактор в Европе. Мы в мировых лидерах по экспорту калийной соли и элитном клубе производителей молока. Есть, что развалить уволенных людей на самый низ европейского рынка труда, а страну в рынок для третьесортных товаров. И это лишь экономика. Геополитика еще понятнее. Для Польши мы лакомый кусок для утоления аппетитов былого величия. Для Запада последнее окно у России в Европу. Идет очень жесткий конфликт. Конфликт между глобальной элитой, которая создавала глобальный проект единого, так сказать, мира, подчиняющегося одним правилам, и региональными элитами. Глобальный проект провалился по целому ряду причин, не будем сейчас это обсуждать. Но формирование макрорегионов, регионализации, она, естественно, встречает жесткое сопротивление. Беларусь разрушила привычную модель современных революций. В будни страна живет в привычном ритме, а после обеда, в воскресенье, когда людям отдохнуть хочется, начинают работать технологии немирных протестов. В этом так называемом КС-раздрай. Разъехались, поменялись, не договорились. Бабарика заранее, предвидя свое поражение, записал обращение, мол, создаем партию. Мы не смогли победить на выборах. Мы должны работать по совершенствованию и по улучшению нашей экономики и, самое главное, давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу. Тихановская выразила несогласие только кто ее слушает, а ведь она лидером хотела быть. Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами, это конституционная реформа. Кроме того, намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии, означает готовность подменить тему смены власти, готовностью просить у власти санкции на создание партии. Белорусскими протестами якобы рулит Мария Колесникова, фрау, революция с немецким паспортом. Объявляем о создании политической партии вместе. Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком. Латушка вообще отчалил из страны, поближе к своим инвесторам. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляем? В белорусской хунте тутайшим змогарам заморские режиссеры отдали далеко не первые роли. Скорее, это похоже на статистов театра абсурда. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Хотелось, конечно, бы устроить дележку страны, а пока лишь грызутся за будущее кресло. Но это лишь реквизит несостоявшейся трагедии, хотя драма уже разворачивается. Вот такие ценности нам предлагают импортировать с других столиц мира. Не важно, как они называются. Важно, что Минск хотят превратить в Содом и Гамор. Да что удивительного, вот с кем встречается Тихановская. Это Бернар Анри Леви, серый кардинал либерализма. Французский философ и журналист, любитель мальчиков и переворотов. Он призывал бомбить Югославию и водил дружбу с Масхадовым. Поддерживал революцию Рос, Евромайдан, Арабскую весну. В общем, гуру мирных протестов. Все старо как мир. Идет борьба между определенными социальными группами за глобальное доминирование и за возможность получения, скажем так, большей доли добавленной стоимости глобальной экономики. Ну и, соответственно, на уровне каждой отдельно взятой страны. Либо мы имеем иерархическое консервативное государство, либо мы имеем сетевое либеральное государство. Власть будет делиться в каждом случае по-разному. И это фактически выливается на улицу. Шахматист Бабарико просчитался. За столом сейчас другие игроки. А в их руках те, кто сейчас выходят на улицы. Просто пешки. Конечно, план действий есть. И он уже многократно озвучен. Но и... Можно так сказать, да. Но одно радое, что сейчас геополитическую партию все-таки играет Лукашенко. Ему даже такие вот эксклюзивные шахматы в преддверии выборов подарили. Евгений Пустовой. Неделя. СТВ. В очередной раз в Минске и других городах прошли акции протеста. В столице мероприятие получилось гораздо малочисленнее, чем было ранее. Многие митингующие вели себя неадекватно. Вновь перекрывали проезжую часть. В центре столицы было очень много сильно пьяных людей. Также опять нашлись такие, кто посчитал возможным на небезопасные прогулки взять с собой детей. Пытались спровоцировать милицию на столкновение. В адрес правоохранителей сыпались угрозы и оскорбления. Сотрудники МВД ситуацию контролировали. Координировались акции в чатах и телеграм-каналах. К слову, уже третье воскресенье подряд, как по часам, ровно 18.00 протестующие стали расходиться. Стоит отметить, что из-за подобных акций страдает коммунальная сфера. А про проблемы с проездом для большинства граждан и говорить не приходится. К слову, днем во время так называемых мирных протестов на Партизанском проспекте правоохранителями был обнаружен подозрительный автомобиль одной немецкой фирмы. Сотрудники подошли для проверки. Владелец тут же убежал и скрылся. Машину взломали и нашли в ней полный набор мирного демонстранта. Ножи, топоры, белокрасно-белые флаги и листовки с надписью «Забастовка». Личность владельца автомобиля установлена. Его поиском занимаются сотрудники МВД. В Беларуси вот уже несколько недель существует так называемый Координационный совет оппозиции. В него вошли люди, за которых, если разобраться, никто никогда не голосовал. Тем не менее, они считают, что имеют право говорить от имени всего общества. Напомним, Конституционный суд признал незаконным создание подобных органов, а Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. К слову, международное сообщество, в свою очередь, также не спешит признавать такой совет. Григорий Заренок продолжит. В белорусской истории есть забавный эпизод. В одно время Рада БНР пыталась формировать воинские подразделения. Для того, чтобы придать некий вид формы, с помощью лука в красный цвет покрасили кальсоны. Когда это увидел маршал Пилсудский, он сказал, что это за оперетка, и очень долго смеялся. Спустя сто лет мы наблюдаем вторую часть этой оперетки. Называется «Координационный совет оппозиции». Премьера состоялась 15 августа. Нам было объявлено, что для трансфера власти создан некий орган. Список актеров озвучила гражданка Ольга Ковалькова. И жук и жаба, что называется. Главным солистом стала госпожа Колесникова. Никого не смутило, что за всех этих персонажей не голосовал никто и никогда. Ну а дальше, как в любом зверинце, начинается борьба подвидов за доминирование. Тут схлестнулись лицедей Латушка и флейтистка Мария. Хватка у дамы оказалась хорошая. И дипломату пришлось вспомнить опыт господина Керенского залезть в багажник к польскому послу и драпать из Беларуси. Неизвестно было ли женское платье, но во всем остальном история повторилась. Стоит отметить, что все свои государственные награды трижды переобувшийся экс-дипломат публично не выкидывал. Мало ли пригодятся еще. Часть, понятно, хотела бы какого-то личного дивиденда. И не получив это, ну например, мы видели, как Павел Латушка уехал за рубеж. Он понял, что лидером он не станет. Что значит, по сути, его обошли на повороте конкуренты внутри этого совета. А Тихановская вообще им, в принципе, не управляет. Она уже находится, скажем так, подчинена воле внешних сил и исключительно уже транслирует польскую и литовскую повестку. То есть она не может презентовать вообще на роль политика белорусского, собственно. Это уже лидеры миграции со всеми нюансами этого статуса. По факту создания переточной хунты было возбуждено уголовное дело, что логично. По очереди правоохранители приглашали на беседу того или иного члена. Шли они туда радостно, интервью раздавали, а выходили несколько угрюмыми. Позор за позором следовал нетворотимо. Сперва они честно обнародовали свою идеологическую и политическую программу. А никакой другой, кроме русофобской, она быть не могла. Потом ее быстренько убрали. Но даже без всяких программ сущность их понятна. Все эти Алексеевичи-белоусы имеют большой антирусский бэкграунд. Я думаю, что они будут стараться всячески избегать каких-то однозначных вещей, потому что поняли, что и общество не особо настроено это воспринимать. Плюс они, я думаю, реакции России будут бояться избегать каких-то антироссийских шагов. Они будут пытаться показать, что они некая сила договороспособная, играть в кошки-мышки, в консенсус. Но на самом деле, да, надо смотреть за тем, кто там реально. При этом они максимально дистанцируются от управления протестами. За это отвечает варшавский телеграм-офис. Только некоторые персонажи приходят на митинги и сердечки показывают. Телеграм-каналы будут наставить на более радикальные позиции протестующих. И тут будет развилка, когда эти лидеры публичные должны будут отмежеваться. Иначе они встретятся уже с законом и с жесткой реакцией государства. Поэтому пока они вместе, но это скоро закончится. Им для легальной политики нужно уходить в более умеренную нишу. Управленцам из-за рубежа, которые управляют дистанционно, нужна большая радикализация. Это разведет снова протест на разные группы и лагеря. Отличительная черта этого кружка по интересам – патологическая ложь. Как будто правду там говорить запрещено внутренним уставом. Вот, например, гражданка Ковалькова. Стало человеку плохо, пошли ему навстречу и отпустили во свояси. Тут же она бежит за границу и уже там начинает рассказывать несусветные байки. Мол, ее насильно вывезли. А когда пограничники показали видео, где она спокойно сама убывает, думаете, кто-то извинился? Ждем фотографии, измазанного марганцовкой тела и рассказов про несусветные пытки в казематах. Байки тут байки, нынче в моде. Вот такие представители народа. Затем возникает логичный вопрос. А за чей счет гуляем? Они будут искать, прежде всего, внешнее финансирование. Я думаю, что для них оно будет основным. Да, часть вот будут те средства, которые Бабарико, скорее всего, где-то еще и припрятал, тоже попадет на это. Будут искать поддержки в Европе, будут пытаться найти местный какой-то бизнес. Вот, ну, разные, скорее всего, они способы будут отрабатывать. Там, под личиной краудфандинга, там, эти внешние силы будут скачивать эти деньги. Сейчас по заявлениям в Координационном совете хочется стоять несколько тысяч человек. Наверное, чтобы проще было принимать решение. К слову, нам обещано продолжение. Объявлено о создании партии вместе. Правда, в каком, не уточняется. Но вариантов много. Варшава, Вильнюс, Киев, Штутгарт. Кому что ближе? Григорий Озаренок, Неделя, СТВ. Слово о новой редакции Конституции в Белоруссии на самом высоком уровне говорят последние года полтора. На неделе к этой теме снова вернулись. Глава государства обсудил ее с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало. Главное, изменения должны двигать страну вперед, а не назад. Заметим, над изменениями в главный закон страны работают многие ведомства, в том числе и судьи Конституционного суда. Президент поручил подключиться к этой работе и Валентина Сукало. При этом важно сделать так, чтобы белорусские суды сохранили свою независимость. На этом президентам был сделан акцент. Сейчас от накатов со стороны судей оберегает глава государства. В будущем нужно создать такую систему устройства судов, чтобы она не зависела от личностного фактора. Возврат, как некоторые говорят, Конституции 1994 года, мы с вами это не просто прошли или прожили. Мы с вами это впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Поэтому, ну и вообще, возврат назад, наверное, это же не есть движение. Это есть перемены. Это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы перемены эти двигали наше общество вперед. И на таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены. Они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос. И у крестьян, и у рабочих, в числе и врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска. А там же половина тех, которые и 18-ти не достигли. И надо понимать, что они, конечно, могут высказать свое мнение, но их голос учитываться не будет, потому что они не имеют права голоса этого на референдумах и на выборах. Вот это тоже надо иметь в виду. Я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд в Беларуси. Пусть никто не смеется, вы то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей. Если они хотят от кого-то быть зависимым, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня подспудно, тайно не получали ни одного звонка. У нас все открыто. Как сделать более эффективную работу судебной системы? Такие предложения есть и у Верховного суда. Например, в новой Конституции предлагается упростить функции президента Беларуси в части назначения судей областных и районных судов. Это право можно передать местным советам. Мы теперь уже в 14 областных судах и Верховном суде будем работать в условиях полной цифровизации. Мы запускаем единую автоматизированную информационную систему судов общей юридикции, которая позволяет нам, будет, я надеюсь, фиксировать в режиме онлайн каждую ситуацию в каждом районном суде. То есть, отслеживать каждое конкретное дело, как оно проходит в конкретном суде, какие выносится решения, какие, может быть, нарушения. И вот это позволяет нам действительно работать в совершенно иных условиях. Кроме того, у нас есть сегодня очень прекрасные реальные возможности. Мы с нашими коллегами, с Министерством внутренних дел и с других министерств и ведомств, мы адаптировали вот эту систему, и мы можем с ними общаться, тоже не требуя каких-то информации на бумажных носителях. Идем дальше. От независимости судов к независимости средств массовой информации. Этой теме на неделю президент уделил внимание во время одной из своих рабочих поездок. С журналистами общение в Барановичах длилось более 40 минут. Естественно, главная тема, которая интересует буквально всех, текущее положение дел в стране и вокруг нее. Напомню, страны Балтии уже успели объявить о санкциях, рассматривал этот вопрос и Совет Европы, но от персональных санкций в адрес Лукашенко все же отказались. В таком случае просто не будет никакой возможности для выстраивания диалога. Но, видимо, об этом не сильно задумываются наши соседи. Хотелось бы услышать ваше мнение, ну и, конечно же, отношение к тому, что соседние государства вот так поступают с нами. Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет дороже для Беларуси. Если, как сейчас, тарифы по железной дороге, там, в порту, железная дорога и порт, услуга под Ленинградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам. И они от объема перевалки наших миллионов тонн грузов получат все равно выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться, ну, как бы там ни было, и через Украину можем работать. А они пускай, ну, еще полмиллиона человек уедет из этой Литвы. Шла речь о ситуации с Тадеушем Кондрусевичем. Главу Белорусской католической церкви якобы не впустили в страну из Польши и нашли в этом очередной элемент конспирологии. И как-то забылось вдруг, что Беларусь многоконфессиональная страна. И что у нас нет никаких вопросов в этом плане. А вопросы к Кондрусевичу не праздные, а вполне конкретные, по гражданству. С этим разбираются сейчас правоохранители. Мы же отмечаем на полях. Польша неожиданно стала убежищем для многих политических деятелей. Сначала туда отправилась Тихановская, затем Латушка. Накануне в этом же направлении отбыла Ковалькова. Естественно, журналисты поинтересовались у президента, как он оценивает поступки людей, кто еще вчера был при власти, а сегодня активно ей противостоит. За четверть века у меня такие случаи были. Пусть немного, но были. Были немного, потому что власть всегда была твердой. А сейчас им показалось в виртуальном мире, что власть... Дрогнула. Да, не только дрогнула, она уже чуть ли не лежит. Поэтому можно об Лукашенко ноги вытереть сейчас и пойти туда. Как у одного спрашивают, не буду говорить у кого, вы за кого, а он говорит, ну а кто победит. Вот, поэтому вот такая вот жизнь. Ну это жизнь. Это надо спокойно воспринимать. И не надо особо напрягаться по этому поводу. Новый учебный год начался в Беларуси. Кратко назовем основные параметры, которые показались нам интересными. Итак, к учебе приступили 1 миллион 55 тысяч учеников. Это на 25 тысяч больше, чем годом ранее. Для понимания, демографическая яма в Беларуси пришлась на 2012 год. Тогда в школах по всей стране обучались 928 тысяч учеников. Сравните с 2000-м, когда базовое образование получали более полутора миллионов белорусов. С того момента, с 2012-го идет устойчивый рост. На 10-20 тысяч учеников в год. Отрадно, что первоклассников 114 тысяч. Идем дальше. 2900 школ и детских садов. Новые школы вели в Витебске, Минске и поселки Копище Минского района. Детские сады в Минске и Минской области. 66 тысяч учащихся довезут к месту обучения. По таким маршрутам курсирует около 1600 автобусов по всей стране. Финансы. Важнейшая тема. Здесь выделяем следующее. Государственная помощь на подготовку детей к школе оказана на сумму более 12 миллионов рублей. Самый масштабный вид поддержки по госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» семьям, которые воспитывают троих и более детей. Суммы в каждом регионе разные, но размер выплаты на каждого ребенка-школьника не должен превышать 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года. Сейчас это порядка 75 рублей. Такая единовременная материальная помощь уже оказана в июле-августе. Ее получили 94 тысячи семей. Это 187 тысяч детей. Общая сумма выплат составила более 10 миллионов рублей. В среднем на ребенка 55 рублей. Что особенно важно, деньги уже получили 95% многодетных семей. Программа государственной адресной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми. Здесь единовременное пособие в среднем 150 рублей. Помощь целевая, то есть на покупку одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Есть еще и социальное пособие. В среднем это 43 рубля. Зато платят каждый месяц. Такую помощь получили более 4 тысяч семей, около 10 тысяч детей. Это более 2 миллионов рублей. Собирать детей в школу также помогает по месту работы родителей. Как правило, это коллективные договора и профсоюзы. Такую помощь получили 43,5 тысячи семей на сумму более 5 миллионов рублей. Когда выбираешь реальную профессию, а энергию направляешь на созидание. Швеи, художники-модельеры, парикмахеры будут востребованы на рынке всегда. Люди не готовы отказать себе в комфорте и красоте. Значит, такие услуги будут в цене. Как налажен учебный процесс в Барановичском профессионально-техническом колледже? День знаний проверял президент. Подробнее расскажет Алена Сырова. Барановичский колледж за свою полувековую историю помог обучиться делу, если не всей жизни, то точно тому, что в любое время будет приносить доход, десяткам тысяч молодых людей. Парикмахеры, мастера швейного дела. Сегодня здесь учатся почти шесть сотен юношей и девушек. День знаний в колледжах и университетах, конечно, проходит менее эмоционально, чем в школах. Все-таки здесь ребята постарше, но в этом учебном заведении волнение от очной встречи с одногруппниками и преподавателями перекрыли эти эмоции. Александр Лукашенко традиционно в День знаний приезжает в одно из учебных заведений страны, чтобы поделиться тем, что принято называть жизненным опытом. В этом году после жаркого во всех смыслах лета такой формат кажется особенно важным. Пора направлять нашу энергию в созидательное русло. Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей. Они должны знать закон, учить их анализировать, видеть, что скрыто за популистскими лозунгами, собирать факты, сравнивать, делать соответствующие выводы. Всем ученикам, студентам я искренне желаю получить максимум знаний и положительного опыта в каждом учебном заведении. Педагогам профессиональных успехов, родителям много поводов для гордости за своих детей. Тем временем начался осенний дождь и несмотря на то, что программа была сверстана, ребята подготовлены, у всех дождевики и зонты, президент все-таки предложил продолжить общение в более комфортных условиях. Лаконичный доклад министра образования с предложениями о возможном преобразовании учебного процесса и Александр Лукашенко отправляется изучать его. Мы из старых вещей, которые отжившили свою, так сказать, жизнь, мы делаем новые, то есть сумки, костюмы, юбки. Ребят, которые, к слову, гарантированно находят себе работу, обучают педагоги высшей категории, используя инновационные программы и оборудование. Например, такое в одной швейной мастерской помогает колледжу зарабатывать деньги. За прошлый год, ни много ни мало, 80 тысяч рублей. Отчерчиваем местоположение, потом вкладываем бой. Быстро. После общения вот с этой реальной молодежью Александр Лукашенко поделился впечатлениями журналистами. Все интересовались, разнятся ли ребята, живущие реальными заботами и делами, с теми, кого мы видим в мире онлайн. Безусловно, главным критерием является труд, опыт. И для молодежи, естественно, недостает опыта. Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Есть же такое. Я думаю, это придет с возрастом, поэтому это не упущение. Не все оно в жизни так видится, как мы это в виртуальном мире проживаем и живем. Открыли айфонный телефон там и все время в него смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Часть наших людей попала в этот иллюзорный мир. Вот они и вывалили на улицу. Ну и добавьте, пандемию и наши косяки. Мы эти косяки видим, а коль видим, даже все справятся. С прессой Александр Лукашенко общался около 40 минут. За это время к окрестностям колледжа подошли жители Барановичей и в этом окружении. Президенту вопросов не задавали. Больше поддерживали. Возможно, потому что собрались те, кто помнит. Может быть, и бывало. Иначе. А с нуля строить всегда сложнее. Хотела, чтобы так, как жили. Нет, надо лучше. Я понимаю, что не хватает и того, и этого. Ну, живем, насколько можем. Знаете, нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем. Так День знаний объединил сразу несколько поколений. Опыт и мудрость каждого из них, очевидно, полезны для другого. Главное лишь быть готовыми узнавать и прислушиваться. Алена Сырова, Александр Бутрим. Неделя СТВ. Эпилог этого угара и майданной халявы в конце концов вылез боком. Собраться, студенты, не ведитесь на сказки Венского леса. Ваши оппозиции о кренделях небесных, европейской жизни, где вся жизнь – бал и праздник. Ведь на балах есть господа и прислуга, которые обеспечивают праздник. Кто-то танцует и пьет шампанское, а кто-то моет посуду и драют полы. И чего вы взяли, что на этом балу вы пан, а не уборщицы? Ребята, белорусы, у вас есть выбор. Выбирайте родную Беларусь, мир и благополучие. Сверстники, выбирайте умом, а не по приколу. По приколу больно. Еще один интересный момент. То, как подписались авторы обращения. Дмитрий Мельник, студент Хмельницкого национального университета, экономист, аспирант кафедры экономикой организации управления предприятиями, сейчас гастарбайтер в Польше. Заводская Любовь Леонидовна, студентка Житомирского политехнического университета, Чернобылец из Чернобыльской зоны. Никаких льгот не получила. Учусь на платном. 500 евро за год обучения плюс оплата жилья. Смена руководства в КГБ и комитета госгосударственного контроля. Новый госсекретарь Совбеза, вице-премьер страны и мэр столицы. Александр Лукашенко на неделе произвел кадровые перестановки. На этот раз акцент не на количестве назначенцев, а на их стратегической важности. Изменения в силовом блоке – это сразу несколько новых на посту, но хорошо знакомых персон. Новый госсекретарь страны теперь Валерий Вакульчик. Вместо него руководить КГБ будет Иван Тертель. Исполняет обязанности председателя госконтроля Василий Герасимов и Вячеслав Рассалай с этого момента заместитель председателя Госкомбоенпрома. В исполнительной власти изменения следующие. У Минска новый мэр – это Владимир Кухарев. Новым вице-премьером стал Анатолий Сивак. Теперь уже бывший градоначальник. Вот такая интересная рокировка. Кадровые изменения в Гомельской области. Заместителем председателя облсполкома назначил Андрей Барановский. Он в последние годы возглавлял Октябрьский район. Там теперь новый руководитель Сергей Довгалев. Председателем Гомельского района стал Сергей Ермолицкий, Добрыжского Дмитрий Козел. За жлобин теперь отвечает Александр Григоренко. Всем назначенцам единое пожелание от президента – акцент в работе, на спокойствии и благосостоянии людей. Мы спокойно должны с вами работать, начиная от сельского совета и заканчивая правительством Белоруссии президентом. Заниматься своим делом. Растить хлеб, кормить народ, кормить детей. В школу пошли детишки, студенты учатся в вузах. Это очень важно, этим мы должны заниматься. Ну а если кому-то не имется, на это есть четкие прописанные правила в виде закона. Поэтому я вас убедительно прошу, не отвлекайтесь на эти вещи. Помешать спокойной работе в новых должностях не должны никакие попытки раскачать размеренную жизнь регионов. Задача местных управленцев – знать проблемы своего угла и решать их результативно. Новое пополнение в Академии МВД. На неделе присягу приняли 437 курсантов. У многих из зачисленных уже есть бэкграунд в погонах. Это суворовцы, выпускники кадетских училищ, специализированных лицеев. После учебы молодые ребята и девушки будут работать в различных подразделениях МВД, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Государственного комитета судебных экспертиз. Министр внутренних дел Беларуси отметил этот призыв особый. Юрий Караев выразил благодарность курсантам-первокурсникам и их родителям. Ведь не в самый простой период для страны они осознанно выбрали путь военнослужащих. Юлия Стрига о профессиональном выборе под гнетом общественности. Белые рубашки, торжественный марш, небольшое волнение и трепет самых близких. Сегодня на площади государственного флага собрались те, кто уже сделал свой профессиональный выбор. Почти полсотни курсантов Академии МВД принимают присягу и дают клятву верности народу и стране. Они уже прошли учебный сбор, успели повзрослеть и теперь готовы к ответственной службе. На торжественный ритуал принесения присяги родные и близкие курсантов приехали со всех уголков Беларуси. Мамы и папы как будто по-другому взглянули на своих детей. Трогательный момент. Слезы радости сменяются импульсом гордости. Он учился в лицее МВД и у него была мечта, поступил. Меня переполняет гордость за моего внука, за нашу страну, за всех наших детей. Мы осознаны выборы ребенка, поэтому мы можем только, семья только поддержала. Все остальное и напутствие жизненное, только удачи и успехов. Я горжусь сыном, преемственность. Наши деды, все ветераны войны и ее офицер деда. И мой дед, лейтенант, пропал без вести в Брестской крепости. Единственный сын, сами понимаете. Конечно, мы волнуемся, переживаем, но выборы ребенка поддерживаем. Его поддерживаем. У многих из зачисленных уже есть бэкграунд в погонах. Это суворовцы, выпускники кадетских училищ, специализированных лицеев МВД и МЧС. После учебы будущие офицеры будут работать в различных подразделениях МВД, Департаментах финансовых расследований Комитета госконтроля и Государственного комитета судебных экспертиз. Среди новобранцев есть и те, кто ломает стереотип «слабый пол». Силовики девушки в профильных ведомствах уже давно хорошая примета. Стать курсантом желание появилось сразу с детства. Была мечтой. И не все девушки будут поступить в Академию МВД. И все-таки быть не как все – это желание каждой. И, ну, ну, как-то душа должна лежать к этой профессии все-таки. Я будущий эксперт-криминалист. Очень много изучала специфику этой профессии. И себя на данный момент в другой профессии не вижу. Это был осознанный мой выбор. Я готова ко всем трудностям. Я трудностей не боюсь. Для этих ребят первые дни учебы начались еще месяц назад. Они расселились по факультетам и приступили к изучению курса молодого бойца. Распорядок и дисциплина – неотъемлемая часть. Подъем в 6 утра, зарядка и пары. А уже после – строевая подготовка, физнагрузки и время для самоподготовки. Максима Ракова ответственности чуть больше. Уже в первые дни занятий парня отметили и назначили командиром группы. Теперь он в ответе за 30 курсантов. Сам молодой человек приехал из Могилевской области. К поступлению целенаправленно готовился полтора года. Сложной политической ситуации в стране не испугался. Решение принял твердо. Обстановка бывает разной. Независимо от того, что происходит в стране. Если человек хочет куда-то поступать, тем более если это его профессия, он чувствует, что у него лежит к этому душа, то он обязательно должен это делать. До поступления в Академию я тоже думал совсем по-другому. Представлял себе эту систему. Кто такие милиционеры, чем они занимаются. Сейчас я поступил. Хоть я здесь нахожусь месяц, но я стал чуть-чуть понимать эту систему, как все устроено. И все на самом деле не так. Милиционеры не только физическую силу применяют. Они, конечно же, должны думать головой. То есть вообще в любой профессии без интеллекта будет сложно. И кажется, так считают все поступившие. Именно здравый смысл, целеустремленность и желание защищать объединяют курсантов. А за месяц подготовки ребята сдружились и признаются. Ощущения будто знакомы уже несколько лет. Их день начинается и заканчивается плечом к плечу. По дому родителям скучают, но держатся. Ведь мужчины. Обсудить это могут лишь между собой за обедом. А еще подбодрить друг друга перед важным событием. На кону присяга. Присяга – это враг жизни. Хороший командир. Он повезет. Мы должны, главное, равняйтесь по передней стороне, по передней стоящему. Все будет хорошо. И вот он, тот самый момент. На площади государственного флага. Клятва служить народу и республике. Со своей стороны мы обещаем, что придя на факультет, мы не обозорим, и будем счастливы носить. Горда звания курсантов, Академия МВД, послуха не Беларусь. И в этом мы клянемся. Клянемся! А это уже военная академия. У ее курсантов присяга позади. Милана Морозова уже уверенно рассказывает о первых днях учебы и о том, как она теперь живет в общежитии с однокашницами по букве «К» на погонах. К сложному графику привыкла быстро, ведь есть кадетский опыт. Должно быть все с иголочки, аккуратно висеть полотенца все, в шкафу всегда порядок, ничего лишнего не должно быть. Она с легкостью сменила женские туфли на берцы, уже прошла огневую подготовку и суровые испытания в прямом смысле обкатку танка. И если инициатива поступить в кадетское училище больше шла от родителей, то военная академия – личный выбор Миланы. А клише о том, что девушкам не место в армии, чеканит наотрез. Лично я считаю, что девушки в вооруженных силах – это очень хорошо, потому что они более ответственно относятся к задачам поставленным. Мы четко все, мы вовремя всегда все. И держим, получается, дисциплина, получается. Я поступила на военную психологию. В дальнейшем я могу быть и психологом, и по идеологической работе. То есть меня перенаправят в военную часть какую-то по Республике Беларусь, и в дальнейшем я там уже буду служить. Несмотря на теоретическую специальность, Милана пройдет все этапы подготовки военнослужащего с полноценными занятиями на полигоне. Кстати, академия оборудована современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами. Учебные корпусы оснащены новейшей электронно-вычислительной техникой и средствами автоматики. Военная академия Беларуси сегодня входит в число крупнейших вузов страны. За время ее существования выпустилось более 15 тысяч офицеров. В этом году в военную академию зачислено 484 человека в целом. Ну, как я уже сказал, это и для вооруженных сил, и для различных силовых структур нашей Республики. Они прошли такие дисциплины, как огневая подготовка, тактическая подготовка, радиационно-химическая, биологическая защита, военно-инженерная подготовка. То есть они уже приобрели тот минимальный багаж знаний, который ему, в принципе, как военнослужащим уже будет необходим. Ну, повторюсь, минимальный. Здесь же в военной академии мы нашли слегка романтическую историю. Курсант Морозова поступила с другом, а сейчас уже полноценным товарищем по службе Владиславом Ерохиным. Они вместе прошли кадетский путь и вместе выбрали место учебы. Разделяют их разве что специальности. Парень учится в управлении мотострелковыми подразделениями. Владислав выбрал непростую профессию, тем самым послужил перемером для младшего брата, который сейчас также учится в кадетском училище. Сам же курсант сегодня с легкостью проводит для нас экскурсию по военному городку и делится первыми впечатлениями об учебе и службе. Есть такие люди, которые уже показали себя с лучшей стороны. Меня, например, пока что назначили исполняющим обязанности старшины курса. Тоже ответственность очень большая на тебе. Много людей, за которых ты отвечаешь. Коллектив хороший. Да, первоначально бывает такое, что кому-то тяжело влиться в коллектив, кому-то надо раскачка какая-то такая, чтобы с кем-то подружиться. Много товарищей, которые сразу, только мы переступили порог в военной академии, все, мы разнакомились с каждым, узнали, кто откуда, кто чем занимался, какие планы. Нынешний набор будущих стражей закона и защитников Отечества особый, ведь пополнит силовые ряды в непростой период для государства. Признак ответственности и крепкого духа. Юлия Стрига, Андрей Новгородцев, Неделя СТВ. Всплеск угроз и оскорблений отмечает БМВД. Угрожает не только правоохранителям, но и их семьям. На данный момент зафиксировали 150 подобных случаев. Еще больше вбросов в СМИ личных данных милиционеров. Как сообщили ведомстве, каждый такой факт тщательно изучается. Уже выявили 42 угрожавших таким образом. Из них, к слову, 8 признаны подозреваемыми по уголовным делам. 28 человек привлечены к административной ответственности. Ведомстве отметили, что любые оскорбления сотрудников не останутся без внимания. Юлия Стрига на присяге первокурсников Академии МВД не только знакомилась с бытом курсантов, но и встретилась с Юрием Караевым. Эксклюзивное интервью дали в эфире и ответы на самые злободневные вопросы. 437 молодых бойцов пополнили ряды Министерства внутренних дел. Скажите, как им может быть какой-то совет, как выдержать этот накат со стороны общественности на милицию и как дальше учиться и служить? Совет мой МВД – учиться читать не телеграм-каналы, а книги, книги читать. В истории человечества все это было и в современной, и в прошлой не раз. Читать, к чему приводят революции, как должно развиваться общество. Это было эволюционным путем, конституционными изменениями, экономическими реформами. И всегда помнить, что попытка сменить власть на улице – это очень плохо для любого народа. Отбрасывает любой народ на 15-20 лет назад. Всегда наступают разруха, голод, бандитизм, мародерство после любой революции. Никогда отниму ее. Хорошо не было. Кроме тех, кто ее заказывает. Как проходит работа над выявлением именно координаторов вот этих массовых беспорядков и самых активных участников протестов? Насколько это трудоемко? И на ваш взгляд, сколько, может быть, осталось самых таких главных зачинщиков? Ну, я скажу, работа на самом деле очень трудоемкая. Она проходит по всем фронтам. И в оперативном плане, и визуально их видно и по камерам, и на улицах тех, кто явно выделяется. Как бы он ни прятался, он и своими внешними такими показателями, и призывами, и руками. Ну, это профессионально подготовленному милиционеру видно. Координатора, организатора и наиболее активного участника. Тот, который ведет за собой толпу этих иногда непонимающих, куда их ведут и зачем людей. Для многих, особенно среди молодежи, это такое веселое приключение типа квеста. Они не понимают, что такое сутки получить. Они думают, вот штрафом отделаемся, мама с папой заплатят, и дальше буду учиться или, что еще хуже, бездельничать. Силовая фаза протестов минимизирована. То есть не так это все масштабно, не так агрессивно идет. Насколько есть риск возобновления вот такой силовой фазы? Мы замечаем в тех протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они тоже явно видны, такие боевики, похожие на футбольных фанатов, на анархистов, просто на таких вот бойцов, назовем их так, которых было много именно 9-10 числа. Потом они резко вдруг растворились. Кто-то, видно, в райотделе посидел, подумал. Кто-то, значит, испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть. И в последующее время они стали прятаться за женщин. Кстати, примета нашего времени – девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. Ну и, конечно же, по этому поводу пошли шутки. Таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Вот такие у них мальчики, которых они охраняют, становясь в свои «боевые» сцепки. Конечно же, мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать. Про силовую акцию скажу так. Она возможна, конечно же. Никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл за газ. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте. И если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем. И другое дело, что мы сами провоцировать не стремимся. Хотим, чтобы все решилось мирно. А скажите, сколько вообще заявлений со стороны правоохранительных органов представителей именно на такое вот давление, да, за то, что они придерживаются нынешней власти? И, может быть, сколько пострадавших со стороны правоохранительных органов? Ну, есть такая, конечно же, тема, что то в той, то и в иной области идут давления на депутатов. Цель какая? Чтобы отозвать их по надуманным предлогам и, видимо, освободить какие-то, я так понимаю, места для каких-то своих депутатов. Наши депутаты избраны по закону, по конституции, населением. И вот это вот грубое давление, отзывайся о том и тебя, или как вот мне давали почитать смс-ку журналисты, срочно увольняйся и к нам, цитирую, иначе едем за твоими детьми. Это неприкрытый терроризм, это подлые грязные методы, это бандитское давление на наших представителей средств массовой информации, депутатов и представителей власти. Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если нашим сотрудникам, то управление собственной безопасности. Что касается моих военнослужащих и сотрудников, я хочу сказать, что 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах. Мы их не бросим, мы их будем лечить и моральная, материальная, финансовая помощь будет максимально оказанная. Но я хочу снова вспомнить, что нас тут пытаются затроллить какими-то синяками, а я скажу так, когда с 9 по 10 8 наездов специально совершенных, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы, слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так, более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен. Буквально на прошлой неделе мужчина в одном из райцентров Минской области не дозвонился до милиции, ибо набирал вместо 102 0-2. Злой и пьяный, что не может вызвать милицию на своих домочасах, взял два ножа и посыл искать эту милицию. Увидя первый же патруль, стал привлекать их внимание неприличными жестами. А когда ребята вылазили из машины, подскочил одному милиционеру колото-резаная рана затылка, другому порез голени. Конечно же задержан. И жив, и здоров, и ничего с ним, просто задержан. Недавно в одном из районов Могилевской области сотрудники госавтоинспекции преследуют явно пьяного водителя. Те выскакивают из машины, два мужчины и жена одного из них, все пьяные. И вдруг начинают, выхватывая канистру с бензином, бегать вокруг автомобиля ГАИ, обливать его. И в том числе сотрудника милиции. Наши применяют физическую силу и спецслеса, палку, выбивают зажигалку палкой из руки негодяя. К слову, пять раз судимый ранее. Административок столько, что просто клейма негде ставить. И только в момент, когда уже наших должны были сжечь, табельное оружие достают. Восемь предупредительных вверх и уже тогда три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места. Российский министр иностранных дел заявил, что у нас на территории Беларуси есть несколько боевиков со стороны Украины, украинских. Работает ли по этой теме МВД и каким образом работает? Конечно, у нас в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью есть специальное подразделение по выявлению и розыску именно вот таких вот экстремистов, террористов и так далее. Мы всегда поэтому работали. В эти дни усилена работа вместе с Комитетом госбезопасности, с Госпогранкомитетом, да и вся криминальная милиция, милиция общественной безопасности, я имею в виду участковые, патрульные, ориентированы на это. И вычисляем. Спасибо. Спасибо. Мы в прямом эфире продолжаем. Чтобы рассмотреть мазки одной картины, искушенные галеристы выбирают разные ракурсы. Так и складывается общее впечатление. События в Беларуси, несомненно, в конкретных моментах дело частное. Однако в концепции геополитического восприятия есть нюансы, про которые можно сказать со стороны виднее. На авторитетную дискуссию прямо сейчас мы вызываем политолога из Латвии. На связи Артур Рубикс. Артур, добрый вечер. Добрый вечер, Белоруссия. Александр Лукашенко заявил о переориентации грузовых перевозок из Польши и Литвы, как об ответе на возможные санкции со стороны ЕС. Если такое решение будет принято и мы уйдем на российские порты, что будет с экономикой, в первую очередь, Литвы и как это скажется на экономике Беларуси? Ну, на Беларуси это, конечно, будет, может быть, какими-то более дорогими, потому что, может быть, надо будет воспользоваться объездными годами через Россию. Это может быть для Беларуси на какие-то небольшие деньги, я надеюсь, это будет дороже, потому что Россия вполне может предложить очень выгодные условия. Если до этой ситуации не было повода для этого идти как бы на компромиссы одной и второй стороне, то теперь, я думаю, это вполне возможно, и Россия сможет предложить более выгодные транзитные тарифы. Для экономики Литвы это будет очень плачевно, так как, можно сказать, на примере Латвии, после того, как Россия решила перенаправить все свои транзитные грузы, которые шли раньше через наши порты, это Рига, Венспил, Слепая, то теперь практически большая часть грузов идет напрямую через российскую территорию, через российские порты. И у нас падение транзита на железной дороге везде порядка 50%. А это для экономики довольно чувствительно. В Минске заявили о начале гибридной войны между Западом и Белоруссией. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Он подчеркнул, ведется жесткая борьба за завоевание информационного пространства. Что имеется в виду? Информационное. Здесь скорее я, ну, к сожалению, этого заявления я не слышал, но я думаю, что здесь подразумевается, подразумевается, кто больше фейка, ну, не кто больше, а кто перетянет людей на свою сторону. То есть, или обманами, или действительно тем, что происходит. Потому что, если говорить о цветной революции, то, ну, недавний пример Украины, я думаю, показывает явно, что все указывает на то, что в Беларуси именно это, ну, как бы, хотели такую революцию сделать. Но не получилось. Я думаю, я так надеюсь, что не получилось. Потому что большую часть людей рабочего класса действительно обманывают. И, кроме того, что с ней снять президента, действующего президента, то больше никаких лозунгов нет. Если говорить дальше об экономике, то, значит, Европе экономика Беларуси неинтересна. Мы давно об этом говорили со своими коллегами. Это тоже самая ситуация и на Украине. Я когда был на Украине и с ними общался, там, с представителями, я говорю, что Европе вы не нужны, как люди, которые, как будет какое-то производство свое. Вы нужны, как рынок сбыта. Абсолютно. То же самое и происходит, хотят сделать с Беларуси. Все предприятия, которые были, есть, работают сейчас в Беларуси. Да, может быть, там не очень успешно они работают, потому что, ну, действительно, экономическая ситуация и в мире не очень так складывается положительно. Но они будут закрыты. Все рабочие, которые там работают сейчас на заводе, получают большую зарплату, маленькую. Но они имеют работу, они получают зарплату. Им есть на что кормить детей. И когда свершится цветная революция и оппозиция придет к власти, то все эти предприятия будут приватизированы, закрыты. Но нам говорят, что это такая страшилка от власти. Мол, предприятия никто продавать не будет и останавливать не будут, а наоборот, их переформатируют и сделают их работу более эффективной. Это полный обман. Это полный обман. Это полнейший обман. Не надо наступать на те грабли, которые уже мы прошли. Ну, яркий пример тому и Украина, и Латвия в начале 90-х. И когда мы вступили в Евросоюз. Не надо наступать, не надо верить вот этим сказкам. Вы выложите, оппозиция должна прийти с понятной программой для всех. Что будет после часа Х? После того, как они приходят к власти. А сейчас в такой программе у оппозиции, да и в принципе оппозиции как таковой, нет у Белоруссии. Есть какие-то люди выборочные, но такой силы оппозиции, которой политической силы нету. Есть, недовольные есть, а политической силы нету. И то, что рассказывают, просто яркий пример, латвийский пример. У нас было три сахарных завода, раньше еще больше было. При вступлении в ЕС Европа предложила закрыть заводы, а владельцам заводов предложила деньги. Ну, за закрытие завода. Владельцы согласились, получили деньги, заводы закрыли. На определенное количество лет было запрещено вообще производить сахар. Ну, точнее, не было и запрещено, а для того, чтобы продавать на европейском рынке, ну, такие коты вводили, что просто никому не интересно было. Теперь по прошествии времени, да, можно сделать свои сахарные заводы, но теперь они невыгодны, их невозможно. Никто не будет вкладывать такие деньги. А люди, когда были строены, ну, когда сахарные заводы были, получали кредиты для того, чтобы, ну, надо было выращивать свихлу сахарную, чтобы заводы работали. Значит, сельское хозяйство поднимало за счет того, что брало кредиты, брало трактора, значит, сеяло, собирало урожай. И все. Им никто этого не компенсировал. Заводы закрыли, всех разогнали, владельцы получили деньги, на этом все закончилось. А теперь у нас есть техническая возможность связаться с Россией. Мы установили интернет-соединение с Николаем Межевичем, директором Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Николай, добрый вечер. Призывы белорусской оппозиции к забастовкам, стачкам, к неуплате налогов, как вот к этому всему относиться? Ну, на самом деле, такими способами можно завалить не только экономику Белоруссии, но экономику России. И, уверяю вас, этими же технологиями можно завалить и экономику Соединенных Штатов Америки. Если все бросятся к банкоматам, если никто не будет работать, если никто не будет покупать, уверяю вас, американская экономика тоже через какое-то время перевернется кверху лапами. И снова к теме взаимоотношений Белоруссии и Литвы. Ваша оценка, сколько потеряют обе стороны, если конфликт войдет в свою острую фазу? Да, я должен сказать, что президент республики, ну, скажем так, он не специалист именно по транзиту и не должен знать детали. Немного ошибся, говоря о цифрах экономической зависимости Литвы от Республики Беларусь. Если считать не в объемах грузов, а в потерях для ВВП Литовской Республики, я бы положил, ну, 5, 6, может быть, 7 процентов при полном прекращении отправления транзитных грузов через Республику Беларусь. Не забываем про китайские, к примеру, грузы и некоторую сохраняющуюся часть российских. Ну и, собственно, вывоз белорусских экспортных товаров. Но любой экономист вам скажет, что минус 5 процентов от ВВП, вообще-то, это феноменальная катастрофа, да? То есть падение ВВП без войны не измеряется десятками процентов. То есть 5 процентов может поставить Литву в крайне неудобное положение. Скажем так, деликатно. В последние дни Беларусь и Россия активно укрепляют союзнические отношения. Как вы оцениваете перспективы экономических и интеграционных отношений двух государств? Полной информации не будет. Сейчас еще мало даже частичной информации. Есть только сведения о том, что многие белорусские министры имели персональные встречи. Персональные встречи имели даже чиновники меньшего уровня. То есть работала вся вертикаль, да? Многие российские чиновники планировали в эти дни быть в других городах, в других регионах России. Всех собрали, всех, так сказать, погрузили, всех отправили. И это правильно. Сегодня вопрос российско-белорусской интеграции важнее, чем открытие какого-нибудь моста на Урале или комбината в Сибири. Ну, в общем, вы понимаете, перечислять можно сколько угодно долго. Это критически важный вопрос для России. Но я уверяю, он точно такой же и для Республики Беларусь. Спасибо. Напомню, на связи со студией были латвийский политолог Артур Рубикс и директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич. И снова о взгляде со стороны. Откуда виднее, судя по всему. В 2020-м Беларусь упрощила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных целей устойчивого развития. Это независимый рейтинг международных экспертов. Страны в нем ранжируются по их общему балу, которым измеряется прогресс в достижении всех 17 целей. За счет чего нам удается улучшать результаты? Какие приоритеты в развитии страны до 2035 года? И как повлияет на достижение ЦУР политическая ситуация в стране? На эти вопросы отвечает сегодня заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко. Анатолий Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. В прошлом году в рейтинге индекса достижения глобальных целей и устойчивого развития Беларусь заняла 23 место из 162 государств. В этом, насколько я понимаю, мы в 18 из 166. И первый же вопрос. Что такое цели устойчивого развития? Как ведется в этом направлении работы? И за счет чего удается нам каждый год улучшать эти позиции? Ну, цели устойчивого развития пришли на смену целям тысячелетия. И они были приняты на саммите ООН в 2015 году. Каждая из целей имеет свое направление. Это ликвидация голода, это чистая вода, это безбарьерная среда и так далее. То есть каждое направление непосредственно работает на людей и для людей. То есть это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, по сути? Да, это непосредственно то, что мы не то, что сталкиваемся, а то, что мы можем пощупать каждый день и осязать, насколько эти цели выполняются в данной стране. Ведь один из постулатов цели устойчивого развития – это думай глобально, а действуй локально. От частного к общему? Да, от частного к общему. И здесь тогда оно чувствуется и осязается результат. Сколько параметров берется в расчет? Вы знаете, есть статистика. Подсчет идет порядка 216 параметров, там немножко больше. И исходя из этого уже международные эксперты делают оценку достижения цели устойчивого развития и места нашей страны в мировом рейтинге. С точки зрения развития отдельного государства, насколько такая оценка мировыми экспертами объективна? Она в полной мере отражает то состояние развития, в котором находится сейчас государство? На данном этапе абсолютно объективно. Отражает, как развивается государство, каких успехов достигло. Ведь подписано более 192 стран. И вот идет оценка. Да, и мы напомним 18-е в мире. За вот этими красивыми словами целью устойчивого развития, как нам увидеть, как преломить эти параметры на конкретную реальную жизнь простой белорус? Допустим, если в одном из домов сделана безбарьерная среда, и человек может свободно заехать в лифт, свободно подняться на этаж. Да, если в масштабах, допустим, города, страны, республики, может, это незаметно. Но для каждого человека, который там прожревает, для этого человека именно, конечно, это осязаемо и это очень важно. Или, допустим, одна из целей, чтобы наше население, наши люди были обеспечены качественной питьевой водой. Здесь очень тоже много сделано. Можно привести конкретные примеры. Допустим, город Березино, Минской области, построена станция безжелезования. Люди, это населенный пункт, получают качественную питьевую воду. Или, допустим, вопросы экологии. Построены современные очистные сооружения. И вот из таких, на первый взгляд, небольших шагов, в целом для государства, а в частности это очень серьезное решение для отдельно взятого населенного пункта, вот оно и складывается. Сейчас идет как раз наработка национальной стратегии устойчивого развития. И благодаря президенту Республики Беларусь, в принципе, в Республике Беларусь учрежден пост национального координатора. Создана архитектура управления. В архитектуру управления включены все госорганы, бизнес-сообщества, партнерская группа, парламентская группа. То есть при обсуждении национальной стратегии устойчивого развития участвует все общество. Или представители всего общества. Давайте немножко приземлим, скажем так, для понимания механика этого процесса. Как это выглядит? Поступает какой-то сигнал с мест, потом анализируется, делаются какие-то соответствующие поручения. То есть как работает этот механизм? Ну механизм работает весьма просто. Министерство экономики нарабатывает стратегию. Все заинтересованные участвуют. Я имею в виду министерство, ведомство. Потом идет отсылка на национального координатора. Мы в свою очередь рассылаем по всем заинтересованным. Опять же говорю, парламентская группа, партнерская группа, бизнес-сообщества. Ну те, кто участвует. Они дают свои предложения. Мы их аккумулируем, потом проводим круглый стол, где идет обсуждение тех насущных проблем и тех предложений, которые актуальны для государства, для общества. А какие направления, на ваш взгляд, пока у нас работают, может быть, не так эффективно? Те направления, которые мы улучшим в ближайшие годы, и за счет этого поднимемся еще на несколько позиций вверх? Вы знаете, когда мы обсуждали эту тему, на уровне государства мы достигли многого. Но самое главное сейчас, вот эти наши достижения, преломить на региональный уровень. Все-таки оценить развитие не страны в целом, это уже сделано, а нам надо оценивать развитие регионов. И самая главная задача, чтобы наши регионы развивались равномерно. То есть, чтобы не было отставания. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Чтобы человек, независимо в каком регионе проживал, он чувствовал удобство в проживании. Понятно, что есть у нас промышленные районы, понятно, что есть сельскохозяйственные. Но человек не должен чувствовать, он должен получать работу, он должен получать заработную плату, у него должны быть нормальные дороги, качественные условия для жизни. Вот это главная задача. В последние недели у нас происходят довольно важные политические события. Вы наверняка следите за этим, я знаю, вы очень активны в социальных сетях. На ваш взгляд, вот эта обстановка, которая сейчас складывается, она каким-то образом повлияет на выполнение показателей цели устойчивого развития. Ну, к сожалению, те процессы, которые в последнее время прошли или проходят в нашей стране, безусловно, неким образом повлияют на ЦУР. Во-первых, это пандемия, коронавирус внес свои коррективы. Ну вот и те политические события, которые сегодня происходят, хотя я выражу точку зрения свою, как человека, как сенатора, выборы прошли, выборы ли состоялись. ЦИК озвучил результаты. Международные наблюдатели подтвердили то, что выборы ли прошли без серьезных замечаний. Большинство поддержало действующую власть, поддержало президента. Те, кто не согласен с этим, должны действовать в правовом поле. Но самые нехорошие, на мой взгляд, это те призывы, чтобы предприятия не работали. Что от этого улучшится? Экономика? Кому станет лучше жить? Ну вот насчет темы предприятий, которые призывают не работать, рабочих этих предприятий, вы еще являетесь уполномоченным президентом по Минской области. Соответственно, ездите по региону и имеете возможность, и наверняка это делаете, общаетесь с работниками напрямую. Не в социальных сетях, не где-то там в мессенджерах, а вот лицом к лицу, что называется. На ваш взгляд, какие там настроения сейчас среди рабочих коллективов? Вы знаете, да, я много общаюсь с людьми, посещаю много коллективов, передвигаюсь по области, хотя на моей страничке написали, что вы совершаете в ЕЖИ и для чего это надо. Ну, отвечу для того, чтобы быть в коллективе, слушать людей и по максимуму помочь им в решении тех или иных вопросов, не только личностных, но то, что касается отдельно взятого предприятия. Там, где люди трудятся, там нет забастовок, они трудящиеся. А, наверное, выходят и агитируют тех, кто не работает, кому надо чем-то иным заниматься. И когда смотришь иногда то ли на социальной страничке, то ли по телевизору, и кто там участвует, там далеко не работники МТЗ, там далеко не работники других предприятий. А многих узнаешь в лицо, они работают совершенно в иных структурах, а большинстве не работают. Так это что, трудовые коллективы? Конечно, нет. Трудовые коллективы трудятся. То есть, на Ваш взгляд, ситуация управляема? Ну, сегодня все предприятия работают. Год богатый на урожай, насколько я понимаю. Довольно неплохих цифр мы здесь достигли. И как Вы будете отмечать, и как Вы для себя отмечаете работу на этом хлебном фронте? Ну да, год действительно неплохой на урожай. По республике порядка 8 миллионов тонн собрали. Если по Минску область, это около 2 миллионов тонн. Я думаю, надо сказать, Селена, нам очень большое спасибо. Ведь одна задача – это вырастить урожай, а вторая задача – его убрать. И она не менее важна. Но одним зерном, конечно, год сельскохозяйственный абсолютно не заканчивается. Ведь сегодня идет уборка и картофеля, и сахарной светлой, и кукурузы, и много других, и овощей, и культур. То есть, то, что необходимо и для животноводства, и то, что необходимо убрать в растеневодстве, чтобы можно было накормить наш народ. Селяне просто трудятся. Они трудятся, за что, еще раз говорю, им огромное-огромное спасибо. А то, что касается участия в тех или иных акциях, им просто некогда, им надо работать. И, встречаясь в коллективах, общаясь на эту тему, они говорят, ну, если мы не выйдем и убирать, что дальше будем делать? Что положим на стол, что будем кушать? Поэтому селяне настроены на работу. Анатолий Михайлович, возвращаясь к вопросу вашей активности в социальных сетях, это востребовано современной белорусской молодежью? Есть интерес? Ну, это абсолютно востребовано. Поэтому, если бы не было востребовано, конечно, я бы не занимался так активно в социальных сетях. Во-первых, можно выложить свои мысли, свое видение, свои подходы. Во-вторых, ты получаешь обратную связь. Обратную связь многие отвечают, комментируют. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Но, в всяком случае, ты имеешь ту аудиторию, которая может высказать свою точку зрения, свое мнение. Да, иногда есть и нелицеприятно. Но это тоже мнение у человека. Это тоже мнение. Поэтому смотришь, почему этому не нравится, почему он не согласен с этим. Делаешь какой-то анализ. По-моему, социальные сети дают информацию к размышлению. Современный белорусский чиновник, руководитель, он должен быть более открыт для простых людей, а не закрываться в кабинетах? Ну, безусловно. Поэтому я и присутствую в сетях, чтобы быть более открытым, чтобы все видели мою гражданскую жизненную позицию, чем я занимаюсь, что я делаю. Есть что-то из личностного, есть государственное. Что ж, спасибо большое за ответы. Давайте на этой ноте, тогда мы с вами сделаем памятное селфи, потом выложим эту фотографию у вас на фейсбуке и в инстаграме. С удовольствием. Но не только снаружи виднее. Внутри страны далеко не все белорусы разделяют альтернативные взгляды. Свою гражданскую позицию активно продолжают высказывать и на этой неделе многие, в том числе и автолюбители. Во многих городах страны на неделе проходили автопробеги. Червень, Пуховичи, Старые дороги, Любань. Колонны машин под разбивающимися государственными флагами проехали по центральным улицам городов и белорусских деревень. Самый масштабный автопробег за Беларусь стартовал от Кургана Славы. Автомарафон стал одной из самых массовых подобных акций в стране. Об участии заявили около 600 автомобилистов. 1200 километров за два дня все 33 района Минской области. В каждом пункте остановки участники передавали друг другу белорусский флаг. Я приехал из города Суцка Минской области. Сегодня мы приехали, чтобы выразить свою гражданскую позицию, что молодежь в Беларуси за мир, стабильность и процветание. Каждый день за рулем езжу на работу, ребенка в школу завожу. Поэтому для меня это самая оптимальная форма участия. И акция сегодня есть в городе, еще будет у нас велопробег. Но мне ближе автомобиль. Мы собираемся в Борисов поехать, ну и далее по городу Борисову и вернуться обратно. Возможно, вечером с мужем еще посетим Курган Славы, просто с ребенком съездим. К патриотическому марафону присоединяются десятки населенных пунктов. Мероприятия проходят в разных форматах. Велопробеги в островце Чаусах и Брагине. Многочисленные патриотические акции и флэшмобы в малых городах и поселках. А когда смотришь на происходящее взглядом снаружи, при этом проживая внутри событий. Герой нашего следующего материала – итальянец, который живет в Беларуси. И, безусловно, у него тоже есть своя позиция по ситуации в стране. Имея за плечами бэкграунд в виде жизни в Европе, сравнивая с тем, как он живет и работает сейчас в Беларуси. И сравнение это зачастую не в пользу его родной страны. Жизнь в Европе – это кривое зеркало, говорит Умберто Кампаньоне. Он озадачен протестами и не понимает требований митингующих. За ширму европейской жизни. Заглянем вместе с ним и мы с вами. Первый раз я приехал в 98-м году. Был с друзьями, сел им на хвост. Точкой назначения стал Брест, где я познакомился с Ириной. Мы вместе поехали в Беловежскую пущу. Взяли им щека с санями, он дал нам в руки бубенцы, и мы помчались по лесу. Новый год, пили шампанское. Мне казалось, что снег, который шел без остановки – это настоящие алмазы. Самый незабываемый день в жизни. После этого путешествия я попросил Бога об одном. Господи, помоги мне заработать и вернуться жить в Беларусь. Первый дом в Беларуси мы купили в 2005-м году, а переехали в 2013-м. Дети шли в школу, а Виталий для них было небезопасно. Думал, это временно. Старший Александр, ему исполнится сейчас 17 сентября, 14 лет. Младший – 12 лет. И Софи, императрича. Александр родился во Франции в Ницце, а Софи родилась в Италии. Первый год он пошел даже туда, в школу, но мне там не очень нравилось школьное образование, потому что оно очень было легкое, поверхностное, как у нас, наверное, в садике. Думали, вначале первые три класса школы, ну, четыре класса начальной школы провести здесь, а потом уехать. Ну, год за годом, год за годом посмотрели, что школа здесь неплохая, что им учиться здесь нравится, множество секций, могут много чем заниматься. Мне в Беларуси нравится все. Я оценю порядок и безопасность, в которой здесь есть, порядок во всем, особенно здесь, в Каменецком районе. Он такой, какой был в Италии в лучшие годы. Когда-то уверен в своем завтраке. Здесь нет криминала. Италия в Евросоюзе – это период, когда год за годом нас кормили завтраками. Но все надежды не оправдались. Когда пошла миграция, когда экономическое положение начало ухудшаться, люди моего поколения, которые привыкли работать и видели в этом залог благосостояния, они начали терять свою уверенность. Ты идешь на работу, а не факт, что фабрика, например, все еще открыта. Ты не уверен, что не будет подорожания, что не появятся дополнительные расходы. В Италии налоги составляют 64%. То есть ты 7 месяцев в году работаешь бесплатно на государство, только чтобы заплатить налоги. И это еще без ковида и какого-нибудь нововведения. Я зарабатывал хорошо, но в то же время видел, как разорялось окружение. Я видел, как целые семьи лишались работы. Я когда начали происходить все эти события, я была в Италии. И, конечно же, я этому не верила до конца. Я все время знала, что наша страна отстоится. Что никакого переворота не будет. Интернет гудел задолго до выборов. Дети 12-13 лет, которые ходили с моим сыном в школу, высказывались против страны, когда они в этом ничего не понимают. Это шло извне. Полагаю, это движение создалось благодаря Западу, который давит. Я пошел на митинг за Беларусь, потому что я чувствовал, будто меня лично обидели. Я итальянец и не белорус, но я чувствовал в душе боль и обиду за эту страну. Все, кто сомневается, кто хочет перемен, кто хочет новое, кто хочет Европу здесь, они все должны поехать, посмотреть, как зарабатываются деньги, сколько стоит там жизнь. Мои ориентиры в жизни – это образование детей, спокойствие и безопасность. Да, зарплаты здесь небольшие, зато просто много всего, что предоставляется бесплатно. Плюс низкие налоги. И ты можешь позволить жить на ту зарплату, которую получаешь. Виталий, ты с трудом сводишь концы с концами. Сперва мы бездельничали, а потом задумались, чем бы заняться. Хотели семейный ресторан, но нам подсказали, что можно освоить агротуризм. Вначале была усадьба «Империя». Потом родилась идея создать усадьбу поближе к Пуще. И она B&B, то есть Bed and Breakfast. Это усадьба «Фолкхаус». Я его даже захотела, потому что я не смогла найти подходящее название на русском языке. И в том году, как открыли больше границ и дали им возможность больше находиться, иностранцы с 5% увеличилось сразу же до 20%. Методом проб и ошибок нащупали свое. Во время ковид я засучил рукава и начал сам работать. И знаете, это не проблема. Когда человек по-хорошему болеет за свое дело, для него нет преград. Продукты питания биологически чистые. Продукты питания без добавок. И поэтому вот это вот самое главное. Вот это вот я называю здоровье. Путь найти какого-то фермера, которому ты доверяешь, и который тебе доверяет, был непростой. Мне хочется скупить у них все. Потому что я знаю труд, который они вкладывают в это. И я знаю, что я набрала биологически чистых продуктов, которые вы витали. Я запустила сумасшедшую цену. Лукашенко с ресурсами, которые имел, сделал чудо. Я приезжал сюда в 90-х и видел очереди, машины развалюхи и вонь в подъездах. Было впечатление некомфорта. Сегодня эта страна выросла. В Европе говорят диктатор, но по струнке здесь никто не ходит. Это просто порядок. Я всю жизнь прожил в Италии, но истинно свободным чувствую себя в Беларуси. Я подпишусь под заголовком. Живу в раю с Лукашенко. Я здесь гость. И если бы плохо жилось, меня бы здесь не было. Но каждый раз, когда я уезжаю в Италию, я возвращаюсь в свою Беларусь. Их искали по магазинам. Это был ценный подарок на свадьбу. А еще их передавали по наследству. В советское время ковры совершенно точно валюта. Валюта взаимоотношений между людьми. Что интересно, еще 70 лет назад ковры были предметом роскоши. Их далеко не каждый мог себе позволить. Часто в квартирах на стенах можно было увидеть дешевые картинки на клеенке. Как в операции «И», помните? Все изменилось в 60-е. Они спасали от шума при тонких стенках. Ими умело прикрывали порванные обои. Дешевые фабричные мог позволить себе уже каждый. Другое дело – ковры ручной работы. Это ведь стоило, да и сейчас стоит целое состояние. Хоть мода на них и прошла, никакого ажиотажа нет уже лет 20 как, но предприятие не закрывается, а вполне себе успешно работает и сегодня. Далее в эфире рубрика «Подслушано в цеху». Сегодня мои коллеги расскажут о предприятии «Витебские ковры». Конвовая бумага – это где-то 2 на 3 разлинеянная на 10 клеточек бумажка, на которой переводился рисунок и раскрашивался каждый элементик своим цветом. На это уходило где-то месяца 3. Если театр начинается с вешалки, то «Витебские ковры» с этого кабинета. Художники колдуют над созданием новых шедевров. Впереди выпуск очередной коллекции. Планшеты, ручки, компьютеры. Технологии пришли на смену обычным кисточкам, краскам и конвовой бумаге. 30 лет назад никто и подумать не мог, что рисунок, который делали в полный размер буквально на коленях, можно будет создавать, сидя в мягком кресле перед монитором. И не за 3 месяца, а всего за неделю. Коврики, которые не просто красивые, а они еще развлекательно-познавательнее для детей. И теперь у нас их очень много появилось разных. И вот такие целые схемы дома. Детям это очень нравится. И, конечно, в свое время, когда у меня был маленький мой сын, я тоже купила дома, постелила тоже нашу дорогу, одну из первых. Очень ему нравилось машинками ездить по этому ковру. То есть свои ковры вы тестируете на собственных детях? Мы тестируем их на своих квартирах, на своих интерьерах, на интерьерах наших знакомых. В советское время эскиз утверждали в Москве на худсовете, потому в год выходило не больше восьми новинок. К тому же станки были заточены под определенный размер, и перезаправлять новым рисунком было крайне сложно. В советские годы ковер был предметом роскоши, поэтому его покупали один раз и на всю жизнь. Изделия 2 на 3 метра можно было даже обменять на цветной телевизор. Сегодня ковры вполне доступны каждому белорусу. Например, вот эта новинка по цене как одна пара обуви. Неудивительно, что одинаковые ковры были практически в каждом доме. Сегодня же выбор огромный. За год здесь могут производить 24 миллиона квадратных метров. Причем на одном станке могут делать сразу несколько ковров одновременно. Любых цветов и размеров. На нем можно изобразить портрет любого человека. Такие ковры, кстати, есть в коллекции Александра Лукашенко, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, министров и послов. Повлияло ли это на решение Минпромторга Российской Федерации, мы, конечно, судить не беремся. Но знаем точно, что министерство включило первых 10 белорусских предприятий в реестр продукции, производимой в государстве члене ЕАЭС, в списке и витебские ковры. Это нужно для того, чтобы мы могли участвовать в тендерах на территории Евразии, так как наша продукция в очень многих посольствах, в очень многих музеях, в многих учреждениях. И даже в российском Кремле, да? И даже в российском Кремле, в московском, в том числе, да, наши ковры. И для того, чтобы мы могли и дальше поставлять эту продукцию, нам необходимо было попасть в этот перечень. Подчинение Елены Чеботаревой 1660 человек, если считать, с Брестским филиалом. А начинала с помощника-ткача. Потому о производстве ковров она знает все. Есть такое выражение, как подковерные игры и подковерные интриги, да? Так. А почему вот такое выражение существует? И как вы считаете, вот сегодня в Беларуси есть какие-то подковерные игры или их нет? Может быть, где-то что-то есть, дыма без огня не бывает. Наше дело работать, производство, чтобы было, люди загружены, социальная значимость очень важна. Потому что люди – это наш золотой ресурс, без которого вообще ничего не может происходить в этой жизни. Ну а наша задача руководителей – поддерживать этот ресурс, сделать их жизнь лучше. На жизнь, кстати, работники предприятия не жалуются, как и на зарплату. Средняя по комбинату – около тысячи рублей. Какая тема больше всего сегодня волнует вас? Меня волнует, ну как бы домашние дела. Ну да, у меня сын 30 лет, ну и вот еще внука у меня нету. Та-та на работе у нас все стабильно. Заработок у нас, и работа у нас, и заказы у нас еще есть. Скажите, ну в цехах ситуацию политическую обсуждают все-таки? Как-то есть что-то? Ну конечно, а как же? Ну а как же не без этого? Ну наши, да, я думаю, наши никуда не ходят, не митингуют. Ну так а чего нам ходить, чего-то еще бы вставать? Комбинат сегодня не только выпускает ковры, но и само производит нити для них. Год назад реализовали инновационный проект, вложив в него 15 миллионов рублей. Раньше нить поставляли из разных стран, например, Турции, и от заказа до поставки могло пройти три месяца. А ковид, закрывший границы, в этом году и вовсе мог поставить производство на паузу. А так работает, причем вполне успешно. Нам позволила эта технология уйти от валютных рисков, потому что нить мы покупали за валютные средства. Сейчас мы производим у себя на площадке, покупая сырье для ее производства в России, куда, собственно, у нас практически весь идет экспорт и выручка в российских рублях. Освоили на предприятии выпуск и прошивных, и тканых ковров. Обычно комбинаты работают только по одному направлению. Тут же возросла конкурентноспособность, что позволяет завоевывать новые рынки сбыта. Россия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и страны ЕС. Илья, у нас такая нестандартная локация для интервью. Мы сидим, как в мусульманских странах, на ковре. Дело в том, что два года назад на прошлом славянском базаре победитель взрослого конкурса, Адильхан Макин, он давал интервью журналистам, вот так, сидя в такой позе. Он объяснял это как гостеприимство казахского народа, как некий такой почет людям, с которыми он общается. Вот Казахстан на вашем предприятии заказывает ли ковры, и, наверное, популярность там наших ковров бешена. Да, вы правильно говорите. Ковры для Казахстана – это очень важная часть истории. Мы работаем активно со странами Средней Азии, в том числе и с Казахстаном. Самые популярные для них цвета – это насыщенный зеленый, насыщенный красный. Цвет белорусского флага. Так точно, да. Также вот ковер, на котором мы сидим, это последний наш дизайн для Казахстана из самых свежих наработок. Годовой наш оборот составил порядка 50 миллионов долларов. С Казахстаном мы сработали достаточно успешно и отгрузили на сумму порядка 6 миллионов долларов. То есть это около 13% нашего экспорта. Казалось бы, ковры уже давно вышли из моды. Если раньше они лежали на полу, висели на стене и свернутые стояли за шкафом, в современной квартире их не больше одного-двух. Но если сравнить объемы производства в 80-х и сейчас, то они выросли вдвое. На предприятии такой феномен объясняют доступной ценой и рыночными подковерными играми. Анастасия Бут, Альберто Лосанья, Неделя СТВ. Ранее мы как-то рассказывали про различные мошеннические схемы. В одном из таких случаев вам звонили по телефону, рассказывали про неожиданный выигрыш подарка. Но чтобы его получить, придется сходить на почту и заплатить за услуги перевода. Символическую сумму рублей 35. При цене подарка в 6 рублей. На неделе сразу два сотрудника СТВ стали жертвами новой схемы мошенников. Оба решили продать ненужные вещи на одной из известных в Беларуси площадок объявлений в интернете. С ними связалась девушка, предложила оформить доставку через сайт. Такая действительно существует. Когда мои коллеги согласились, им прислали специальную форму. Ее нужно было заполнить. Как только они все сделали и нажали «Ок», мошенники получили доступ к кредитной карте и списали с нее все деньги под видом обычного перевода. Об остапах Бендера века 21-го расскажет Кристина Федорович. На онлайн-покупки сегодня, кажется, потел весь мир. Но виртуальные шоп-центры подтянулись как покупатели, продавцы, так и мошенники, которые быстро смекнули, что обманывать куда проще, прикрываясь интернет-прилавком, нежели в реальной жизни. А вот и сценарий до более распространенной истории. Что называется, основано на реальных событиях. Покупатель некая Виктория любезно интересуется, иногда чересчур настойчиво, но вроде убедительная. Итог, куртка вроде нашла нового хозяина. Но тут всплывает одно «но». Все, мне очень нравится, особенно принт. Давайте за 50 реза беру. Доставкой же отправляете? Я из Бавруйска просто. Никогда так не делала. Смотрите, я оформляю доставку на сайте, оплачиваю, вы получаете оплату на карту, потом вводите данные для курьера, время и ваш адрес. Он приходит, забирает товар и дает вам накладную об отправке. Все, я оформляю? Это то же самое, что Белпочта Курьерская. Хорошо, присылайте. Товар успешно оформлен. Отправьте данную форму продавцу для подтверждения платежа. С любовью. И вот тут начинается самое интересное. Сайт визуально не отличишь от уже успевшего заслужить кредит доверия. Какие могут быть сомнения? Вот и указанное, дескать, покупатель оплатил заказ. Данные все свои внес. Дело за малым, кнопочка «Получить средства». Только дальше все развивается по иному сценарию. Вы вносите данные карты и вуаля, мгновение, а баланс не то чтобы не пополнили, свели к нулю. Ну ладно, щедрые обманщики пару рублей все же оставили. При этом новый хозяин вещи по-прежнему активен. Вы получили оплату? Дайте, пожалуйста, накладную, а то мне уведомление не пришло почему-то. Извините, я просто волнуюсь. Моя денежка, мало ли что. А потом разводит руками, советует обратиться в поддержку и уходит по-английски. Ваш звонок переадресовано на систему автоматичного голосового уведомления. На том конце провода автоответчик. Ловкость слов и никакого мошенничества. Вы словно перевели деньги своей знакомой с карты на карту. Кстати, указанное ФИУ мы, конечно, проверили. В соцсетях нашли Викторию Сергеевну. Живет в Одессе, как раз и писала с украинского номера. Мы позвонили ей по адресу, который она указала на сайте доставки. Город Бобруйск. Там тоже в ответ тишина. Так было и в истории Влада, который продавал свой ноутбук. Любопытно, но факт. Почти всегда мошенник представляется девушкой. В этой истории некая Александра. Привет, привет, давай купим твой ноутбук. Он нормальный, я такой, ну, приходи, посмотри. Мне такие, мы будем через неделю только в Минске. Давай мы тебе перечислим предоплату. Типа, ты его не продавай. Я говорю, да, конечно, без проблем. Скидывай карточку. Я скидываю карточку, и мне приходит ссылка. Вот, типа, ссылка с банкинга, проверяй. Ну, и, конечно же, я перешел по этой ссылке. Эта ссылка переходит как в кабинет банкинга. Через 5 минут у меня все деньги с карточки списываются, остается только полтора рубля. Сумма была 913 рублей 86 копеек. Ноутбук я подал за полторы тысячи. Таких историй тысячи. У жительницы Молодечна, которая решила продать на барахолке телевизор, списали из банковского карт-счета больше 70 тысяч рублей. Фигурируют разные имена, схемы и, увы, суммы. Только вот за Викторией или Олександрой стоит, может быть, один и тот же человек, а может и нет. Скорее всего, это и вовсе не представительницы прекрасного пола. Да и искать таких мошенников все равно, что ловить ветер в поле. С помощью ноутбука и навыков программирования создают сайты однодневки, похожие как две капли воды на солидные ресурсы. И, как вы уже поняли, с добычей исчезают. Следователями столичных подразделений с июня по август текущего года по данной категории возбуждено более 600 уголовных дел. С целью недопущения совершения противоправных действий при использовании торговой площадки, следователи рекомендуют все действия, в том числе общение в чате, перевод денежных средств, использование доставки, совершать исключительно на самой платформе объявлений и не переходить по ссылкам, которые вам высылают неизвестные. Сама торговая площадка в этой ситуации тоже бессильна. В своем ответе добавляет, что стоит быть бдительным в дальнейшем. Перевод общения в мессенджеры под любым предлогом или историей из разряда «А я отсутствую в стране» или «Очень занята сейчас, но предоплату прямо сейчас пришлю». Все это должно как минимум насторожить. Играют на стандартных наших слабостях, желание достичь быстрого результата, желание заработать много денег, мелоприкладывая, или на любви к халяве. Вспоминается прекрасный анекдот, как заработать миллион долларов. Открываем книжку, просто продайте эту книжку по доллару миллиону человеку, вы заработаете миллион долларов. Известный способ. Если раньше акцент был на выпрашивании данных карты, то сейчас нужно заставить как можно скорее перейти по фишинговой ссылке. Деньги на ветер – так называется инцидент и в семье Мычко. Только уже немного из другой оперы. Муж увидел рекламу в браузере. Реклама была о том, что по акции видеорегистратор с четырьмя камерами всего лишь за 99 рублей. Предложение довольно заманчивое. И я говорю, мужу, покупай тогда, заказывай. Мы заказали видеорегистратор, нам пришла чудо-вещь с одной камерой и с чудо-утяжелителем для добавки веса к посылке. Распаковать посылку и посмотреть содержимое можно только после оплаты. Деньги, к сожалению, вернуть уже нельзя. Недобросовестный отправитель из Москвы, как вы понимаете, тоже исчез. Делали в территориальной границе, которая разделяет не всегда благотворный дуэт. Продавец-покупатель или все же дело в совести. Никаких, что называется, задних мыслей не возникало и у Екатерины. Она с будущим мужем решили завести собаку. Казалось бы, самое сложное позади – это выбор породы. Но не тут-то было. Заводчицу нашли, щенка забронировали, внеся предоплату – 50 рублей. Были уже готовы стать его родителями. Два месяца мы с ней были на связи, обо всем общались, переписывались, созванивались. Все было хорошо, прекрасно. В какой-то день мне скидывают ссылку и говорят, смотри, это, по-моему, твой щенок. Я перехожу по этой ссылке, наставлено объявление о продаже моего же щенка. До даты, когда я должна была его забрать себе домой, оставалось два дня. Продавали нам его за 700, он уже стоял за 600. Продавала его та же женщина, тот же номер телефона. Я попыталась с ней связаться. Она стала скидывать мои звонки. Но, слава богу, отвечала на мои сообщения. В сообщениях она не хотела назвать причину, почему она не хочет продавать мне больше собаку. Мы своего малыша спасли от наглого человека. Ну, то есть, это от меня и от нашей семьи. Она не продает мне собаку по причине того, что я задаю слишком много вопросов. Деньги с горем пополам, и то не все женщина вернула. А вот Екатерина вновь наступила на одни и те же грабли. Все на том же сайте. Поэтому покупку щенка семья отложила, но не в долгий ящик. Под видов мошенничества не счесть. Есть и более изощренные. Там задействованы и покупатели из США, и американский банк, который торопит вас с оплатой даже фейковой ФБР. В общем, фантазии дельцов можно только позавидовать. И выходит, что человек, имеющий пластиковую карту, заведомо потенциальная жертва. К поиску которой аферисты подходят точечно. Обычно это те, кто способен на импульсивную покупку в один клик. И, кстати, в первую очередь, это женщины. Есть такие методики. Они хорошо известны. В принципе, человек, который находится в глубоком стрессе, под каким-то сильным эмоциональным воздействием, под большим количеством данных, которые надо разобрать, в состоянии быстро надо что-то сделать. Это человек, у которого горе какое-то. Это человек более подвержен... У него меньше критичность мышления, и он более подвержен различным уловкам мошенников. Давай, делай сейчас, не думай, потом все пропадут. То есть та же самая история. Ничего страшного. Если это такое супер-пупер предложение, которое повернется, это вам не работу предлагают. Это вам предлагают потратить деньги. Поверьте, потратить деньги вы всегда найдете. Тут работает просто закон больших чисел. Что, 100 человек вам разослали, человек 5 отзовется нормально. 5 человек по 100 рублей, вот вам, пожалуйста, 500 рублей за день. И неспроста говорят, что украденные деньги съедают человека изнутри. Иной раз стоит подумать, к примеру, перед тем, как поднять оброненную кем-то монету. А рассказанные истории – хороший урок, дабы не попасться в капкан всемирной паутины. Важно сохранить холодную голову, чтобы потом не пришлось краснеть от злости прежде всего на самого себя. А деньги, если переводить со счета на счет, то на благотворительные тем, кто в этом действительно нуждается. Кристина Федорович, Кристина Протисовицкая, Владислав Кунейко, Алексей Петров. Неделя СТВ. Вертаемся до головной темы этой недели. 27-го дня белорусского письменства. Великое свято родного слова. Фест-книги, навыковые конференции, выставы и тематичные пляцовки. Сюль этой гостей состракала Беллиническая земля. Свято стартовало в субботу. Международный круглый стол собрал белорусских и замежных литераторов. А вот сегодня, у основной День свято, гостям презентовали насыщенную программу. Что, где, коли, отбывалось и как, и кто с письменников отрымал национальную премию, ведомый коллега Дмитрий Байрович. Прыбранные и пригожая такими свято белорусского письменства сустракают Беллиническое место, где живее крыху более за 9 тысяч человек не познать. Все лето тут отновили стадион, реконструировали парк Липовый Гай и аллею героев. Было отремонтовано, а маленькая инфраструктура города. Жил фонд, установы эдукации, культуры, медицины. Мы, можно сказать, и так отрымали другое житцо. Мы стали легкими, пригожими, жданными. Мы ждали этого свято. Выставы живопису майстров Зусёй Могилёвщины фестиваля книги на ападе и сёння было богато. То, как похорошел город, означали и мясцовые жахары, и гости Беллиничоу. Настроение вообще отличное. Спасибо большое организациям, что сохранили всё-таки такие традиции. Ну и нам приятно вообще, и детям приятно прийти посмотреть. Праздничное настроение, всё отлично. Очень приятно, что у нас такой праздник. И что наш город преобразился очень. Город преобразился, конечно, очень красивый и хороший. Он и до этого был неплохой, но сейчас выставки все здесь, красиво всё очень украшено. У нас столько людей не было. Очень много людей, дороги. Всё хорошо, всё красиво, конечно. Всё интересно, конечно. Город преобразился. Натурально, Беллиничы заслуговывают такую увагу. Это духовное место. Репутации город повинен Беллиницкой иконе Божией Мати. В 13-м стагодзе монахи, ратующий лик однопаду хана Батыя, вывезли его с Киева. Тут в образ пачал выпраменювать святло. На этом месте, на этой горе, был возведён сначала церквушечка деревянная в честь пророка Ильи, затем там возник мужской православный монастырь. Таким образом, постепенно возникло поселение, которое получило название в честь вот этого первого чуда – «Белая ночь», «Белыничий». Микола Подобед, Наталья Батракова, Василь Найдин. «Белыниччина» дала Беларуси шмат литератору. Родиму у своих працах адлюстровывал и Витольд «Белыницкий Беруля». Мастак, дякуючу якому мясцовые краевиды ведают в Европе и России. Тамуся род одновлення, у присвяченных святу особое место займае музеи Витольда Пелынинского Беруля. Вядомого Мастака – это фактично новый будинок. Тут з'явилися три зали и целый широк экспонатов. Экспонат, якого докладна чакали у Белыничах, фреска у заходжене на Галгофу. Малюнок литерально адрадзілі знявыту. Працу, якая доўгі часу прыгожвала мясцовый кармеліцкий монастыр, сорок год тому уратаварі Мастаки. Фреска отреставрирована. К сожалению, некоторые фрагменты спасти не удалось. Но художники не дополняли ёё, а только графически написали контуры. Ну, дабы всё сохранилось непосредственно в том виде, в котором дошло до нас. Этот музей будет функционировать не только для жителей Белыничского района, города Белынича, но и в целом для всей нашей страны, потому что дети с экскурсией будут обязательно сюда приезжать. И тут будут проводиться соответствующие уроки для того, чтобы мы знали историю нашей страны, чтили её. Кожный присутный на святе мог побашить героев знакомитых картин, вядомых на стаку, які элитерально ожилі. Тут и Грека, и Леонардо да Винши, и Рубенс, и Ян Вермеер. Центральные темы сё летняга дня письменства. 90-го года у Владимира Короткевича, 75-го года перамоги у Великой Чыной войне, а так само год Малой Радимы. Починаюшись с 94-го года, День беларусского письменства, прайняли у самых розных кутках Беларуси. И за гэты долгий час свята прайшло шлях от широгого культурного мероприемства до одного з найбуйнейших национальных проектов, без якого сёня нельга уявить духовное жице нашого народа. З Великой Сцены прагучали словы подяки переможцам национальной литературной прэмии. Солята у делу ёй приняли 80 аутаров. Жури выбирала 604 твору, а гульная у їх тема любові да Радимы. Отчуваю великое счастье, тому што для мяне гэта саправдай вельми значного зногорода. И гэта безымовна признанне маёй творчасті славотами мастрами слова, який я поважаю, и я вельми гоноруссу, что я у гэта бодзе стала перамос. Один з лаурату национальной литературной прэмии Иван Савершенко, маститый письменник, перамоку номинации «Лепший твор литературной крытыки». Его працца «Магия слова» грунтовный анализ дзейности айчынных осветников. Магия слова «Беларусские письменники» 12-17-го годы. Я написал про наших выдатных маестров слова Кириллу Туровска, Франциску, Скорина Симеона Полоцка, Симона Путна, показав их интеллектуальные стабытки, укладу литературу, письменство. Она засветчила таким чином, что беларуси и беларусы мають глубокую культуру. Белынинская публика тепло приняла пераможцу конкурса «Живая классика». Лепшие удельники проекту, який что год ладить старичное телебачение и Министерство информации, выконали урылки звершу классиков в Панченке Короткевича Колоса. Для нас это великий гонор удельничать по таким святиям. Это великое свято для нашей краины. Мы велье на сцене хваливались, но все прошло с успехом. Эти праздники необходимы по той простой причине, что мы не должны забывать культуру и корни нашей страны. В особенности, это касается молодого подрастающего поколения. Я считаю, что это нужно только приумножать и сохранять самое главное. Свято беларусского письменства усбуджает национальную думку в этих местах, где оно проходит. Маленькие города, дякуючи патрымцы, дают больше махчимостью своим же храм шановать культурную спадшину. Выдатно, что это святочное коло мусить рушиться далее. В наступном году, День беларусского письменства Приме Кополь. Дмитрий Байрович, Антон Филанович, Столичное Требачение. Но у меня на этом все. Такой была эта неделя. Следующая принесет нам новое событие. Итоги подведем в этой же студии в воскресенье. Стартуем, как всегда, в 19.30. Итоги.